Новости. Страна. Мир. Спорт. В словах футбол, Россия и Победа по шесть букв. В Москве тоже шесть часов. Здравствуйте. Время новостей. Коротко о главном. Росгвардия усиливает меры безопасности в Москве из-за футбола. Творостовского просят похоронить на Новодевичьем кладбище. Дума увеличивает тюремные сроки для живодеров. Далее подробности. Очередная спортивная отставка. Мне часа назад стало известно об уходе по собственному желанию главного тренера сборной по плаванию Сергея Калмогорова. В Копенгаген на чемпионат Европы, который пройдет в декабре, команду повезет Сергей Чепик. Пока в качестве ИО главного тренера. Напомню, Калмогоров возглавил сборную России по плаванию два года назад. С ним команда завоевала четыре медали в Рио и третье место на чемпионате мира 2017. Росгвардия усиливает меры безопасности в Москве из-за футбола. Порядок обеспечивают более двух тысяч человек. Сегодня в 8 вечера начнется матч Лиги чемпионов между ЦСКА и Португальской Бенфикой. Зрители на трибуны начинают допускать как раз в эти минуты. По оценкам букмекеров, вероятность победы армейцев 46%, в Бенфике 25%. Напомню, что эти клубы встречались в первом туре розыгрыша, тогда победил ЦСКА 2-1. И за ходом сегодняшней встречи следим в прямом эфире на Спорт-ФМ в 8 вечера. Дмитрия Хворостовского просят похоронить на Новодевичьем кладбище. По данным источника ТАСС в правительстве столицы, такая просьба в адрес мэра Москвы поступила от министра культуры России. Ранее в столичной мэрии не исключали, что память Хворостовского могут увековечить в Москве, если от общественности поступит такое обращение. Известный артист умер сегодня в Лондоне. Больше двух лет он страдал от рака мозга. Но его только что Интерфак сообщил уже официально со ссылкой на Департамент торговли и услуг Москвы, что Хворостовского похоронят на Новодевичьем кладбище. Российские дипломаты добили встречи с Сулейманом Керимовым. Он был задержан в НИЦе два дня назад. Срок задержания продлен еще на один день. Москва сегодня потребовала от Парижа немедленно освободить Керимова, поскольку он является высшим должностным лицом и обладает иммунитетом. По данным западных СМИ, сенатора задержали по делу об уклонении от уплаты налогов. Но официальных комментариев до сих пор не было. Дома увеличивает тюремные сроки для живодеров. Пока поправки в уголовный кодекс одобрены в первом чтении. Если сейчас за жестокое обращение с животными можно лишиться свободы только на полгода, то в скором времени этот срок составит три года. Если же преступление в отношении животных происходит на глазах, то живодеров отправят за решетку на пять лет. Отмечу, что Госдума не может принять этот документ уже несколько лет. В РПЦ решили установить допустимое количество браков. Церковь также хочет разобраться, нужно ли считать браком неосвященные союзы. Этот вопрос обсудят на Архиерейском соборе в Москве, который пройдет в конце ноября. Тема допустимого количества церковных браков стала широко обсуждаться си с повторным венчанием Аллы Пугачевой. После шести лет официального брака и шестнадцати лет гражданского, Примадонна обвенчалась с Максимом Галкиным. Официальные курсы Центрального банка. Доллар на завтра 59 рублей одна копейка. Евро 69 рублей 40 копеек. Новости пока все. Сергей Ясеньев. Все, что важно, каждые полчаса о спортивных событиях в режиме онлайн на Спорт.ФМ. Погода по данным метеобюро сейчас в Москве минус один. Ветер северный, три метра в секунду. Местами продолжается снег. Атмосферное давление 743 миллиметра. До конца дня гидрометцентр объявил в столице желтый уровень погодной опасности. В связи со снегопадом, гололидицей и резким понижением температуры. В ночные часы ожидается мороз до 7 градусов. Кроме того, в ближайшие сутки возможны сильные паровые ветра до 17 метров в секунду. Вечер добрый. Это программа «100% футбол». Лига чемпионские вечера и Лига чемпионские ночи на Спорт.ФМ продолжаются. Меня зовут Игорь Катманов. И я приветствую в этой студии Василия Уткина. Василий, привет. Добрый вечер. И сразу же хочу вас порадовать. Потому что Василий будет здесь не в течение двух часов. Ну, кого-то огорчит это, конечно. Ну, может быть, кого-то, да, огорчит. Как всегда бывает. Кто-то радуется, когда огорчается. А кто-то равнодушен. В течение четырех часов Василий Уткин будет здесь в этой студии. Потому что мы вместе будем еще и за матчем Лиги чемпионов следить. Сегодня очень важная игра для московских армейцев. ЦСКА играет с Бенфикой. Напомню, что начало встречи в 20.00. Об этом матче мы обязательно еще поговорим. А пока давайте обсудим вчерашнюю игру. Да, вчерашние события. Московский «Спартак», напомню, сыграл ничью 1-1 с Морибором. Очень много обсуждалось. Вообще, если бы «Спартак» победил, то бы сколько он набрал, получается, 8 очков. Да, у Ливерпуля было бы 11. Но это же все вчера прекрасно посчитал, коллега Шмурнов. Да, и все зависело бы там от Сивилия Морибора. В общем, без разницы получается, да, выиграл «Спартак» или сыграл в ничью. Хотя, конечно, с психологической точки зрения упустить такую победу очень обидно. Ну, это с любой точки зрения упустить обидно. Потому что о чем, как-то это ведь говорит о команде, правда, о ее возможностях, способностях. Я в кои-то веке дал какой-то проницательный прогноз. Я сказал, что могу вполне себе представить, что Морибор не забьет, а что «Спартак» не пропустит, не могу. Так, собственно говоря, и случилось. Именно я бы сказал, такие вот акценты. Но шутки шутками, это, в общем, плохо. Также много обсуждался вчера результат Сивилия. Опять-таки, с точки зрения интереса для московского «Спартака». Если бы Сивилия проиграла, у «Ливерал» было бы 11 очков, у Сивилии 7, у «Спартака» 6. И здесь не все зависело бы от московского «Спартака». Но Сивилия сыграла в ничью. Вообще, ты был впечатлен этим результатом, этим камбэком Сивилия? Тем более, что... Я не сомневался в этом. Я не сомневался ни одной секунды, да. То, что Сивилия сравняет с 0-3, ты не сомневался? Я даже твитил, да, по этому поводу. И я не сомневался, действительно, я, конечно, понимаю, что это будет сложно. Но я очень хорошо взял этот сценарий. И я сейчас говорю, что Сивилия выиграет. Даже при счете 3-0. Ну, уже сегодня, да, по-моему, появились новости трагические в связи с болезнью Дарду Беридзе. Я бы сказал, драматические. Эта трагедия еще далеко. Ну, да, драматические новости. В общем-то, неважно, когда там игроки узнали в перерыве, не в перерыве. Но в любом случае, они это сделали в том числе и для своего тренера. Ну, честно говоря, я думаю, что они в любом случае это сделали друг друга. Для своего тренера тоже, и для своих болельщиков, и для своих родных. Я не думаю, что это вообще заслуживает подобного рода обсуждения. Потому что, ну, заболел человек, это очень сложно, драматично. А неужели мы теперь будем говорить, что в Востоке Барселоны чего-то не доделали для Тита Виланова, например? У них это был не очень хороший период во время, когда он болел. Нет, конечно. Поэтому я на этом просто не педалировал бы внимания. Это неприятно. Будем надеяться, что у Беридзе не такая серьезная стадия заболевания. Хотя, конечно, это ставит в очень сложное положение клуб. Потому что, ну, очевидно, что на какой-то момент в лучшем случае Беридзе не сможет выполнять свои обязанности. А клубу это не может пойти. И не то, что не на пользу, это точно пойдет клубу во вред. Потому что, ну, ведь не отстранишь же человека в таком положении. Да, здесь этический вопрос. Этический вопрос. Да, но вот Барселона очень сильно этому проиграла, конечно. Потому что еще два года... Ну, не то, что проиграла, а стала заложницей той же ситуации. Потому что Титу Виланова, когда заболел, ну, было совершенно очевидно, что его помощник Роура не справится с ситуацией. Было очевидно, что Виланова, в общем, не поправился. И, в конце концов, еще и в тропях выбирали следующего тренера. И два года, когда еще Барселона находилась в стадии два сезона, в общем, зрелости своих лидеров, ведущих игроков стали стадией преждевременного угасания. Ну, ничего не поделаешь, здесь, наверное, нет какого-то исхода, вот, и нечего посоветовать. Ну, а если возвращаясь к игровому аспекту, на чем вообще основывается твоя уверенность? Мне кажется, но это, опять-таки, я не хочу, чтобы это воспринималось как потенциальное осуждение или какое-либо... Мне кажется, в такой ситуации заболевший человек должен просто ответственно уйти в отставку. Просто я думаю, что клуб, наверное, может взять на себя контрактные выплаты какие-то страховые в этой связи. Но тут нужно оставлять работу, потому что, ну, невозможно одно с другим совмещать. Если подоточиться на здоровье. Да, хотя, наверное, зависит от каких-то конкретных показаний. Если к игровому аспекту, на чем основывалась твоя уверенность, вот ты говоришь, что Севилья... Потому что Севилья сильнее Ливерпуля. И было видно, что сразу после пропущенного гола на Малуте, пропускают на первой минуте, Севилья прекрасным образом стала разрывать эту оборону никчемную. Вот, значит, этого защитника Клауна, которого даже на Фиджи не взяли. Оборона Севилья кчемная, которая триггер... Оборона Севилья, дело не в том, что оборона Севилья. Это было, естественно, не атака, уже было понятно. Уже к этому моменту сложилось так. Вот, и Севилья играла дома. Я же говорю, это убеждение. Это не более... Это убеждение, это, ну, в каком-то смысле вопрос... В данном случае вопрос веры. Я не сомневался, что Севилья отыграется. Вообще. Ну, а теперь давай вернемся к матчу московского... Я не хочу сказать, что это было обречено, я говорю исключительно о своих чувствах здесь. Я, как вы знаете, прогнозист очень средний, но в данном случае действительно так. Я писал по этому поводу. Интуиция. Нет, нет, не интуиция. Я прям такой сценарий себе и представлял. Мне казалось, что Севилья обязательно найдет в себе силы и дома... Я думаю, что выиграет. Честно вам скажу, думаю, что выиграет. Потому что... Видал я такие победы, даже комментировал однажды, когда до партии отыгрался на счет 0-3 у себя. Я видел предпосылки похожие. Вот и все. Московскому Спартаку, который сыграл ничью 1-1 с Морибором, напоминаем, что теперь Спартаку, чтобы выйти из группы, нужно побеждать Ливерпуль на Энфилде. Поговорим еще мы об этом. Скорее всего, в любом случае, на группе побеждать на Энфилде. Ну, да. Поэтому... О прошедшей игре пару слов, да. Ну, чего не хватило московскому Спартаку. Были ошибки какие-то, на твой взгляд, у Карера с определением стартового состава при заменах. Потому что, ну, появились слухи, не знаю, насколько им можно доверять, что Глушаков здоров, Попов вместо Мельгареха вышел. Не держали ли спартаковцы игру с Зенитом в уме? Хотя этого не должно было быть появлением. Я думаю, что до игры с Зенитом у Спартака максимально комфортный интервал. По крайней мере, на фоне всех остальных событий последних двух-трех недель. Я был уверен совершенно. Я думал, что, может, Глушаков не сыграет первый матч после сборной. Все-таки отыграл два матча полностью. Это нужно отдавать себе в этом отчет. И, ну, понимаете, с игрой два раза в неделю он пропустил одну игру из четырех, не вышел в стартовом составе. Но это совершенно нормально. Это не связано с тем, что он здоров, нездоров. Когда есть альтернатива в данном случае, понимаете, ну, можно с кого-то говорить, что Пошальч лучше, хуже. Наверное, все-таки хуже, чем Глушаков. И Калышков капитан. Но альтернатива есть. Нужно этим пользоваться. А Фернандо не играл в таком графике Пошальч, не играл в таком графике. Когда еще и нужно это все использовать? Для чего в команде существует группа футболистов? А что касается всего остального, то очень сложно здесь судить, поскольку я еще раз говорю, что здесь очень много оговорок, которые совершенно неясны со стороны. Но в том, что, допустим, Роман Зобнин вряд ли может играть два матча по 90 минут подряд сразу после выхода из состояния тяжелой травмы и восстановления после нее, наверное, это очевидно. Ну, то есть, наверное, это не требует какого-то поиска дополнительных обстоятельств. Что касается Мельгареха и Попова, это несколько разные футболисты. Я не думаю, что тоже является какой-то колоссальной катастрофой. То есть, то, что Спотак не сыграл два матча под таким составом, а до чего тогда еще вообще иметь выбор игроков? Именно для этого. Именно для этого. Лично мне кажется только, что вот может быть, но это вкус овщины, сразу я предупреждаю, я думаю, что в таких матчах ответственных все-таки, когда нужно побеждать, мне кажется, что, ну, опять-таки, повторюсь, вкус овщина. Но, по-моему, Луис Адрианов в качестве ударного форварда эффективнее, чем Зелуиш. А Зелуиш может быть использован для выхода на замену. Ну, не знаю, или какого-то еще, хотя бы какой еще может быть роли. Но мне кажется, в качестве накачечника Луис Адриана более эффективнее. Я думаю, что если бы был, допустим, Самедов, и можно было бы Самедова сыграть справа, допустим, да, а Попов выиграл бы просто под нападающего, как это с ним порой бывает, это было бы вообще полностью логично. Но что есть, то есть. Я говорю, что, по-моему, в качестве реализатора моментов Луис Адриана гораздо эффективнее Зелуиша. Ну, не только в таких матчах, он вообще эффективнее. Я говорю о выборе нападающих в матчах, когда, в матчах очень ответственных. Луис Адриана спрятанная на какую-то позицию под Зелуишем, справа ли, под ним непосредственно ли, слева ли. Луис Адриана теряет как бомбардир, а Зелуиш, как мы уже знаем, не бомбардир. То есть он должен быть человеком, на котором... Зелуиш хороший рабочий форвард, прекрасно играющий головой. Вот он очень эффективен в каких-то конкретных точечных ситуациях. А в таких это спорно. Но я подчеркиваю, что в данном случае я просто... Сама ситуация плотной и неравномерной занятости игроков «Спартака» на протяжении последних двух-трех недель, она делает, по-моему, невозможным обсуждение тренских решений с точки зрения нагрузки и утомления игроков. Просто невозможно со стороны в этом разобраться. Поэтому решение «Коррера» нужно просто принимать. Что касается замен, то, может быть, да, действительно, здесь можно что-то обсуждать. Но даже если только замена, сколько эффективность перестроений. Но, наверное, я не думаю, что... По-моему, усиливал игру «Коррера» поступательно, полномерно, достаточно разумно. Выход Зобнина на поэцию правого защитника для усиления, мне кажется, это вообще высокий класс. А то, что получилось дальше, ну да, именно Зобнин, в общем-то, в каком-то смысле может оказаться здесь... Не хватило навыков игры защитника. А с другой стороны, «Промес» оказался крайним, потому что дыра изначально в атаке возникла из-за того, что «Промес» не отработал в обороне Камбаров, переключил свое внимание на футболиста Морибора. Утепов не доработал. Остался свободен. Да, потом уже поползло, 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 как вот колготки ползут, знаешь, такие старинные колготки, еще со швом. Ну вот, поэтому ничего не... Как-то я спросил, как зная, как колготка, извини, пожалуйста. Я сейчас задумался, стал думать про колготки с швом, подумал, а сейчас современные не ползут, что ли? Ну просто сейчас их не штопают, сейчас их выбрасывают. А времена другие. Ну да. Полиситы. Раньше же штопали. Не сидел здесь, не в сути. Сейчас вообще вещи не предназначены для долгой носки. Сейчас вещи нужны актуальные, модные и так далее. Это раньше, вот, знаешь, как вот в Вальцовском клубе, там, правда, про мебель было. Вот купил, на 10 лет вперед вопрос решен, более-менее. А теперь нет, теперь туфли каждый год нужны. Ну, Джеки продлил контракт до 2022 года. Это причем здесь мое носкость вещей интересная. Я сейчас прошкал, который долго будет служить. Ну да, будет долго служить. Кстати, его не хватило. Да. Ну, опять-таки, что поделать? Это длинный турнир, 6 матчей. Центральные защитники в отчаянной борьбе, бывает, получают желтые карточки. Ну, ничего здесь не попишешь. Другое дело, что, конечно, Спартаку очень сложно на флангах с постаревшим Камбаровым и никаким правым краем. Что Ященко, что Петкович, они по-разному. Ну, Ященко все-таки сильнее. По-разному, ну, они по-разному, но бы никакие для Игоря Спартака, конечно. Но выбора нет, что поделать. Нужно иметь российских футболистов для Игоря Чемпионата России. Качественного легионера, подисыщий по сходной цене, чтобы он еще иногда мог посетить в запасе. Это сложно. Ну, давай послушаем главного тренера, московского Спартака, Массима Карреру. Он говорит о том, чего команде не хватило. Не хватило, он говорит, опыта выступления великих чемпионов. Мы его слушаем, или твои пересказ будем слушать? Про его. Объясняет, почему выпустил Зобнина правым защитником. Прямая речь. В двух словах могу это все объяснить. Командный опыт. Нам не хватило той капли опыта в последних минутах в контроле мяча. В остальном, я думаю, мы провели хороший матч. Потом, увы, в футболе так происходит, особенно в Лиге чемпионов. Если не забиваешь, тебя наказывают. В тот момент счет был 0-0. Конечно же, Зобнин является полузащитником. И мы подумали о такой замене. Я думаю, что в первом тайме мы медлили, и Морибор хорошо закрывался. Я думаю, что в втором тайме мы очень хорошо сыграли. У них было всего две возможности. Одна – возможность со штрафного, другой – именно момент гола. У нас не осталось времени, чтобы еще попытаться забить. Я думаю, что в итоге мы сыграли хорошую игру. Мы атаковали, пытались забить. Морибор хорошо бронялся. Мы свою игру сыграли сегодня. Мы достигли минимальную цель. Мы уверенно попадаем в Лигу Европы. Нам предстоит сыграть последний матч этого турнира и посмотрим, что там произойдет. Нет, то, что касается опыта, это контролировать игру в концовке матча. Для любой команды сложно играть с такими командами, которые обороняются, как Морибор. Безусловно, забивая больше голов по ходу матча, игра была бы совсем другой. Также с Ливерпулем первый тайм закончился 0-0. Нелегко играть с подобными командами, которые так обороняются. Это был главный тренер московского «Спартака» Массима Каррера. Василий Уткин, Игорь Катмана в студии «Спорт.ФМ». Важный момент мы забыли отметить, положительный момент, да, «Спартак» обеспечил себе уже участие в Лиге Европы. Да. Я не думаю, что большой положительный момент, я в этом почти не сомневался. Ну, можно было бы сомневаться после жеребьевки. Ну, это все, понимаешь, это все, мне кажется, разговор в пользу бедных в прямом смысле слова. То есть, вот, выходи, обыгрывай Морибор и думай, что будет дальше. По силам же, вот два раза по силам было обыграть Морибор. Два раза не обыграли. Ну, зачем? Какое имеет значение, куда после этого попали? Это упущенные возможности. Упущенные возможности, они менее, что ли, обидны от того, что ты статусом уступаешь и так другим соперникам? Наоборот, они были, а ты их упустил. Чего там утешительного? Вот это ничего хорошего, мне кажется, нет. В студии Дмитрий Томниковский появился. Значит, у нас новости спорта. Дим, добрый вечер. Да, добрый вечер, коллеги. Очень странная сегодня тренерская ставка состоялась в чемпионате России. Свой пост покинули тренеры Тоснов Владимир Бесчастных и Владимир Щербак. Они отстранены от работы. А вот Дмитрий Парфенов продолжит работать главным тренером команды. Об этом сообщил директор клуба из Ленинградской области Вячеслав Матюшенко. По его словам, Бесчастных и Щербак не уволены, отстранены от работы. Так решило руководство клуба. Стоит отметить, что решение было принято после результатов последних двух туров. Их отстранение не связано с текущим положением команды в турнирной таблице. Житакова сделают, интересно, что их не уволили, а отстранили. Вот руководитель клуба ссылается именно на результаты последних двух матчей. Загуляли. Не вспоминается фильм «Человек, который изменил все», он же Манни Булл, да, в переводе на русский язык, когда он стыдит взятого взаимой бывшую звезду, значит, кто нашел при мне. Он говорит, ты понимаешь, что тебе платят деньги за то, чтобы за них не играл. Вы при этом в предыдущий клуб. То есть, понимаешь, когда человека увольняют, он говорит, мы тебе больше не будем платить, нам не нужен. А когда человек отстраняет, получается, что ему платят за то, что ты не работаешь на нас. Это и очень странное решение, но в данном случае, конечно, не без частных и Щербака, а просто руководство клуба. Какое-то непонятное половинчатое решение, надо типа что-то сделать, а что сделать, мне не ясно. Интересно, их потом вернут после того, как отстранили. Там губернатор Ленобласти тоже, выйдем, прозорливый человек. Вот он вдруг сказал, как новость, ну, вот два игрока «Зенита» получают столько, сколько весь ТОС. Ну, то есть, какая-то новость для него явилась, да. Будем надеяться, что он с другими бюджетными вопросами разбирается поинтереснее у себя в Ленобласти. Но просто мы привыкли, что тренер приходит своим штабом, да, и приходит и уходит вместе своим штабом, а такое, чтобы... Ну, я могу вспомнить похожий случай. Могу вспомнить похожий случай. В одной из итераций Валерия Юрьевича Харпина в «Спартакео», он, помните, сменил помощников. Помните, помощник по Ильеву Бароничу, Борис Позняков, и вот помощников сменили, а Харпин остался. Ну, и в ЦСКА сейчас так же произошло, помощники остались, а главный тренер поменялся. ЦСКА Виктор Гончаренко пришел, а помощники остались сейчас для Нида Слуцкого. Ну, нет, ну, нет, такое вообще, это вообще на самом деле не так. Это совершенно не так, потому что Слуцкий приходил точно так же. В ЦСКА есть правило, что тренер может быть с собой одного помощника, а бригаду тренеров формирует клуб. Гончаренко привелся, а помощник ничего здесь не изменился абсолютно, поэтому... А другие... Ну, потом он с этими помощниками уже и работает. Люди наняты клубом, конечно, правильно, точно так же. Ну, разумеется, так и есть. Ну, я напомню, что Тосно не так уж и плохо выступает в нынешнем сезоне. После 17 туров команда набрала 17 очков и располагается на 13-й тройке. Вот поэтому не уволили, поэтому только отстранили. И поэтому Парфенова... Нет, ну, тут, в общем, можно сказать... У Тосно, видимо, веселое руководство. Вообще, вот, назвать команду именем населенного пункта, в этом населенном пункте не играть и не ставить перед собой такой задачи, да? Играет то там, то сям. Ну, я же говорю, оригинальное решение. Я понимаю, что, допустим, если бы клуб там строил что-то в городе Тосно или что-то еще в этом роде, ну, почему он так называется? Почему он не называется, допустим, там, Олимпик, там, например, да, или там, не знаю, Звезда, или что еще там, какой... Ленобласть можно было назвать, Левка Ленобласть. Ленобласть, Таняобласть, какая угодно область. Она называется Тосно. И к Тосно никакого вообще отношения не имеет, кроме возможности чего-то месторождения. Дай бог здоровью, так сказать, Тосно и еще Козьма Пруткова. Они играли, по-моему, в Тосно. Ну, когда-то, когда-то, может быть, играли. В первой лиге. Я говорю, Паниковский не обязан все знать, да? Козьма Прутков еще воспел, да, на берегах Эжоры и Тосно, наши гвардейцы победоносные. Ну, а Тосно вообще река. Ну, так они, как говорят, что сейчас, можно говорить, что в честь реки, а не в честь населенного пункта. Ну, в честь реки, да. У нас вот, мы живем в городе, который в честь реки назван. К другим темам. В английской премьер-лиге игрока впервые дисквалифицировали за симуляцию. Это нападающий Эвертон и бывший форекс локомотива Байомар Ньяс. Судья не увидел симуляцию с его стороны в игре с Кристалл Пелеса. Назначил пенальти. В итоге футбольная социация Англии возбудила по этому поводу дело. Отклонила апелляцию Ирисок. И наказала футболиста двухматчевой дисквалификацией. Молодцы. А я считал, что сегодня в Якутии двух бизнесменов наказали за дебоши на самолете. И запретили в течение двух лет потребить алкоголь. Знаешь, это тоже как-то, мне кажется, можно сопоставить две эти вещи. Но если здесь они неясно смогут проконтролировать, то бизнесменов вряд ли. Ну, почему? Могут. А как? Ну, как-как. Ну, это какой-нибудь способ. За защитым рот. Способы канта. Почему? Можно кровь привязать спонтанно. Я сам однажды спорил на неупотребление алкогольчика длительного времени с товарищем. Кровь сдавал. Выиграли? Да. А, я да. Сборная Солдовской Аравии уволила второго тренера. Много денег, кстати, выиграл. За два месяца. При двери чемпионата мира сегодня Федерация футбола этой страны объявила о расторжении контракта с аргентинским специалистом Эдгарда Бауса. Они же уже уволили до этого тренера, который их вывел на чемпионат. Эдгарда Ван Майер, Ван Марвайка, да, они уволили в сентябре. Шейхи веселятся. Бауса возглавил Солдовскую Аравию. Сегодня они объявили о расторжении контракта с этим специалистом. Под его руководством сборная Солдовской Аравии провела пять товарищеских матчей. Прекрасно. Там же в Солдовской Аравии сейчас принцев отстрадили некоторых, так сказать, да? Они там арестованы, живут в пятизвездном отеле. Никак якутских бизнесменов? Задержаны. Нет, да там их не могли, как якутских бизнесменов. Там вообще нельзя им потребовать алкоголь. Они же там страна такая. А, ну тогда бы их не отстранили, а сразу ликвидировали, я думаю. Ну какие там наказания будут, смотрят по закону, я не знаю точно. В регулярном чемпионате КХЛ в эти минуты проходит одна встреча с зеленой дерби. Салават Юлаев-Факбарс завершается второй период и со счетом 3-0. Впереди казанцы. Ранее сегодня были сыграны еще две встречи. Амур прервал трехматчевую победную серию Ярославского локомотива, одержав победу на своем виду со счетом 3-1. А Сибирь-Бары забросил на двоих аж 10 шайб. В итоге со счетом 6-4 оказался сильнее клуб из Новосибирска. Дублема победителя отметился защитник Максим Гнатович. Спасибо большое. Это были новости спорта от Дмитрия Томниковского. Василий Уткин, Игорь Котманов, программа «100% футбола». Ну, вот так вот разбавил, да, Дмитрий Томниковский новостями наш эфир. Про «Спартак» мы говорили, напоминаю, 925-4 двойки, 93,2. Так что пишите, задавайте свои вопросы. Крик Виктора из Новосибирска. Вы понимаете, что постоянно наши клубы пропускают в начале либо в концовке? Как сложно быть тренером? Насколько сложно быть тренером, спрашивает Виктор. Ну, кстати, вот то, что... Извините, по-моему, понятно, что очень трудно быть тренером. Странно, вы задаете вопрос. Я не смог. То, что «Спартак» в начале чемпионата, да, пропускал, часто упускал победный счет, то, что сейчас упустил с Морибором, опять-таки, победный счет, это можно отнести к тенденциям и к недоработкам того же «Карреры» или это совпадение? Да нет, я думаю, что слишком, как бы, маленькая плоскость не определяется двумя точками. Это, мне кажется, очень ский горизонт оценки. Ну что ж, давайте мы тогда ненадолго прервемся, уже чуть позднее пообщаемся с вами, в том числе, напоминаю, смс-портал 5533 в начале сообщения слова «Спорт». Пишите, присылайте свои смс-ки, говорим о «Лиге чемпионов», ну и также вайберы «Ватсап» 925-4-двойки 93-2. Пока говорим про вчерашний матч, ну а потом уже ближе к делу поговорим и о сегодняшнем матче ЦСКА. Рабона – это хорошо или плохо? Отвечает нападающая женской сборной России по футболу Надежда Карпова. Это красиво. Слушай ответы на все вопросы на Спорт.ФМ. Реклама. Для города, где результат – это вопрос времени, где приумножать так же важно, как сохранять, для города, где у всех разные цели, но равные возможности, есть вклад с честной ставкой 8%. Одинаковые для всех при любой сумме вклада на один год. Откройте онлайн или в одном из пяти тысяч терминалов банка. Подробнее на мкб.ру. Московский кредитный банк. Не является из-за таких чувств. Это просто именинный сердце. Новости. Страна. Мир. Спорт. 18.30 в Москве. Новости на Спорт.ФМ. Добрый вечер. Коротко о главном. Осужденному эксглаве в СИН смягчили приговор. Минздрав решил запретить кальяны в кафе и ресторанах. Судо штрафовал на полмиллиона рублей у Мара Джабраилова. Далее подробности. Объявлена дата прощания с Дмитрием Хворостовским. Церемония пройдет в Москве в концертном зале Чайковского 27 ноября. Однако пока это предварительная информация. Сейчас идет оформление документов в Лондоне, где артист умер. Тем временем в мэрии Москвы уже подтвердили, что Хворостовского похоронят на Новодевичьем кладбище. Больше двух лет певец страдал от рака мозга и проходил лечение в Лондоне. Между тем рак обнаружен у главного тренера Сивили Эдуарда Беритца. Об этом сообщила пари службы испанского футбольного клуба. Британская пресса сегодня писала, что игроки Сивили узнали о болезни своего главного тренера в перерыве матча пятого тура Лиги чемпионов против английского Ливерпуля. Тренер сам озвучил свой диагноз. На тот момент Сивили уступала 0-3, а после перерыва футболиста забили три ответных гола и завершили матч в ничью. Осужденному экзоловей в СИН смягчили приговор. Сегодня Мосгорсуд отменил штраф 800 тысяч рублей Александру Реймеру, а также отменены штрафы двоим его соучастникам. В остальном приговор оставили без изменений. Я напомню, что бывшему главу службы исполнения наказания отправили за решетку на 8 лет. Реймера признали виновным в хищении миллиарда и двухсот миллионов рублей. Эти деньги были выделены из бюджета в СИН для закупки электронных браслетов. Минздрав решил запретить кальяны в кафе и ресторанах. Об этом говорится в практике закона, который сегодня вечером опубликован на портале нормативных актов. Если Госдума поддержит инициативу Минздрава, то курение кальянов в заведениях общепита станет запретным с января 2019 года. Кроме того, Минздрав предлагает запретить курение табака в международных и междугородних автобусах, на остановках транспорта и в подземных переходах. Суд в Москве оштрафовал сегодня на полмиллиона рублей у Мара Джабраилова. Свой наградный пистолет бывший сенатор должен передать на хранение в МВД. Комментируя вердикт, Джабраилов заявил, что более чем доволен. Я напомню, что в конце августа в одном из отелей в центре Москвы раздались выстрелы. Стрелявшим оказался Джабраилов. Спустя два месяца после этого ЧП экс-сенатора оштрафовали на 4000 рублей за употребление наркотиков. Дорожная обстановка в Москве серьезно осложнится из-за непогоды. Об этом предупреждает транспортный комплекс столицы. Там просят водителей быть осторожными. А сегодня объявлен желтый уровень погодной опасности. Снегопады, морозы, вихри в центре России будут в ближайшие два дня. Без света уже остались некоторые населенные пункты в Воронежской, Тульской, Владимирской, Рязанской областях, а в Воронеже сейчас высота снежного покрова превышает 20 сантиметров. Подробно о пробках уже через пару секунд. Официальные курсы валют. На завтра доллар 59 рублей одна копейка, евро 69.40. Все, что важно. Каждые полчаса спортивные события в режиме онлайн на спорт.фм. Дороги Москвы по данным портала Яндекс.Пробки сейчас загружены на 7 баллов. А на Кольцах еще сложнее. По 9 на Бульварном, на внешней стороне, на внутренней стороне Садового, на ТТК. 10 баллов сейчас на внешней Садового кольца. МКАД пока 7 баллов. Самая большая пробка на внешней стороне МКАД от Каширского шоссе до Рязанского проспекта. 16 километров и 14 километров за тур на внутренней стороне МКАД от Можайского шоссе. СПОРТ-ФМ СТО ПРОЦЕНТОВ ФУТБОЛА Василий Уткин, Игорь Катманов, программа СТО ПРОЦЕНТОВ ФУТБОЛА. Говорили мы о матче московского Спартака, который накануне сыграл в ничью 1-1 с Морибором. Напомню, что теперь Спартаку, чтобы выйти из группы, нужно побеждать Ливерпуль на Энфилде. Севиль и Ливерпуль сыграли в этой же группе в ничью 3-3. Говорили мы, да, и про, почему там Глушаков не вышел, и кто виноват в том, что Спартак пропустил. Давайте послушаем главного тренера, Спартака Массиму Карреру. Как раз-таки он обо всем этом нам и расскажет. Прямая рекь. Глушаков сегодня не играл с первых минут, потому что в воскресенье его заменили, потому что у него были большие проблемы. И я не хотел им рисковать. Гол, который мы пропустили, были совершены ошибки, не какие-то индивидуальные, а именно командные ошибки. Когда ошибаешься масштабно, увы, соперник забивает. Конечно же, после сыгранных матчей можно легко говорить, а мы могли бы выиграть с Морибором, но также могли бы и не выиграть с Севилей. После всегда легко говорить, если, если, если. Но, по сути, мы сделали все, что могли. Мы выложились по максимуму. Мы на третьем месте и будем ждать последний матч. И в последнем матче мы постараемся выложиться еще больше. Я считаю, что «Спартак» максимально выложился. Результаты говорят сами о себе. Я доволен. Это хороший опыт для команды, который дает рост. Как и все те эпизоды, которые были в чемпионате и в Лиге чемпионов. Они помогают расти. Это был главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера. Ну а теперь пробежимся быстренько по вашим сообщениям. Тем более, что их очень-очень много. Вот Василий пишет, что ТОС никогда не играл в родном городе. Стадион Бурьяном порос еще при советской власти. Нет, я говорю только исключительно об экстравагантности выбора названия. Без стремления играть в городе. Меня это немножко удивляет. А я что-то вот, мне кажется, ну ладно, не играл, так не играл. Почему «Промес» не играет стабильно? Вот такой вопрос Василию Уткину. И тут еще было где-то сообщение. «Промес» не играет стабильно? Да. Серьезно? А почему это сейчас такой вопрос? «Промес» был лучшим в матче с «Прибором», по-моему. Или одним из лучших. В чем нестабильность-то заключается? А вот пишут, что «Промес», где-то было другое сообщение, якобы. А не кажется ли, что «Промес» вот нашел, как «Озил»? Тачит против слабых соперников, а соперник, если более или менее дает бой, то на поле его не видно. Чушь. Просто чушь. Это абсолютно произвольное утверждение, которое ни на чем не основано. А матч с «Севильей», например, интересно, разве не сказывалось отсутствие «Промеса» в матче с «Ливерпулем». Ну что, ей-богу. «Промес» – ведущий футболист команды, который впервые за 16 лет выиграл чемпионство. Ну, вам совестно должно быть такие вопросы задавать. Но это просто не уважает собеседник, как минимум. Самый дорогой актив «Спартака» надо. Актив – это ладно. Самый дорогой актив «Спартака» – это ромбик с полоской, с буквы. Это самый дорогой актив «Спартака», дороже стадиона. А что касается «Промеса», ну, это просто ни на чем не основано. Дальше читаю. «Игорь, доброго дня, когда у Погребника заканчивается контракт с «Динамо», не знаю. Переподпишут его, наверное. Шутка. Не пугайтесь. «Пригласите Василия прокомментировать матч «Ливерпуль» – «Спартак» на «Спорт-ФМ». При нем «Спартаку» фартит. Это мне сообщение. Я, вы знаете, еще не решил бы вообще его комментировать. Я, наверное, посмотрю. В расслабленной, спокойной обстановке. Почему в расслабленной? Как раз наоборот. Нет. А? Не в расслабленной. За весь этот год я не имел возможности сказать ни одного матерного слова во время матча российских клубов в Еврокубках. Разве это серьезно? Это же накопленный стресс. Вы сами, вот по себе болельщики, вот себе примете эту ситуацию? Нет, я хочу посмотреть матч «Ливерпуль» – «Спартак» сам один. Я не знаю, в компании где-то, где я смогу вести себя, как я считаю, нужным. То, что я сам по себе футбол смотрю, выпрясывая в дезобелье, так сказать, и обязательно ругаясь страшными словами, поливая себя при этом спиртными напитками. Нет, конечно, но просто, вы знаете, мне немножко надоело работать на матчах российских клубов. Я хочу посмотреть для души в компании. Правильно. И не только «Зенит». А ты «Зенит» тоже смотрел? Ну, я по «Четыркам» обычно не комментирую, да. Как правило, редко это делаю. С «Ростенборгом» мы работали, по-моему, это было все. Так, ну что, давай дальше про «Спартак» говорить. Послушаем заслуженных ветеранов московского «Спартака». Потому что где «Спартак», там, естественно, и заслуженные ветераны, да. Валерий Рейнгольд. Проезд с золотым дождем над нами. Да, Рейнгольд, правильно. Говорит об игре с «Морибором». Также рассказывает, почему наши игроки не востребованы за границей, и что нужно сделать «Спартаку», чтобы выйти из группы? Прямая речь. Ну, вы знаете, тяжело разбирать эту игру. Ну, имел «Спартак» преимущество. Ну, во всяком случае, выглядела команда уставшая, честно говоря. Надо правду говорить. И люди, которые понимают футбол, нельзя две игры провести на таком же уровне с «Морбалом» три дня. Я имею в виду после «Краснета». Имели преимущество. Все вроде бы в порядке. Но движения были заторможены. Много ошибались в середине, в линии нападения. Нервозные какие-то действия. Все это, конечно, говорит об усталости. Хотя, откуда и взяться. Я много раз выдаю сам себе вопрос. Почему наши футболисты за границей не востребованы? Да, наверное, только поэтому готовятся плохо к соревнованиям в физическом плане и в психологическом любом. Ну, честно говоря, жалко, чтобы не выиграли вот такой слабой команды, как «Морбор». Это, наверное, они «Спартаковцы», но я уж шучу, конечно. Нам оставили это на десерт. Опять же, все же есть от них. Обыграй «Ливерпуль», и вы будете плыли уже. Это будет очень даже интересное зрелище, честно говоря. Потому что я вчера парел «Ливерпуль» и «Севиль» и ничего там особенного нет. То есть «Спартак» спокойно, если подготовиться без нервотребки, спокойно даст им бой. Это был Валерий Рейнгольд, ветеран московского «Спартака», известный прошлым нападающим «Красно-Белых». Согласен, что спокойно «Спартак» даст бой? Ну, по-моему, спокойно дает бой, только всем здоровые люди. Вот сейчас бывают такие аутисты, вот они, допустим, которые теряют свое обладание. Это именно такой аксиомарон небольшой. Но это неважно. Я думаю, что «Спартака» есть с этого все шансы дать бой. Просто кто и когда может быть уверен накануне игры «Спартака»? Может дать, а может не дать. А потом, когда даст бой, скажут, ну вот да, это по-спартаковски. А не даст, ну вот как всегда. Тоже по-спартаковски. Вот смысл тот же, а слова другие. Да, про «Спартак» такая команда эмоциональная. То в жар, то в холод. Да, совершенно верно. Есть небольшая коллекция смс-ок от одного из середейших матистов России, Яна, не помню еще, который болеет за «Спартака». Ну, режим монолога мне она допишет. Но я все с интересом читаю по поводу... Как правило, где-нибудь что-нибудь работаю в матче «Спартака». Потом я читаю смс-ки от Яна. В последний раз он написал по поводу Морибора, но, правда, еще не сыграл Ливерпуль. Это просто такая тяжелая работа болеть за «Спартака». Тяжелая работа вообще болеть, наверное, за любую команду? Не знаю. Наверное, особенно тяжелая. Ну, кроме там Барселоны, может быть, Реалу. Нет, Игорь, ну, конечно, болеть за «Динамо», как ты, это не то, что это тяжелая работа. Это, я бы уже сказал, что-то такое извращение, какое-то БДСМ. Ну, колготки я не рву пока на себе. Так что не переживай за мою психологическую сану. А о ком-то еще? Ну, колготки рвутся, знаешь, часто от прикосновения. Просто цепился там за лестницей в автобусе, там, не знаю. Кто? С взглядом в метро. Ну, я не цепляюсь колготками за лестницей в автобусе. А ты аккуратно носишь колготки, ну, ты молодец, да. У меня их вообще нет. Я уже вырос из этого возраста, да. После, наверное, четырех лет или пяти перестал носить колготки, Василий. Здорово. Ладно. А я недавно носил. Ну, правда, что... Зачем? Что я в подарок нес, я на день рождения шел. А, ну, слава богу. Ну, в сумочке, и на себе, конечно. Кружевные? Пусть останутся мои загадки. Хорошо. А вот у Валерия Рейнгольда никаких загадок от слушателей нет. Он рассказывает, кого бы выпустил с первых минут на игру с Морибором. И также рассуждает о следующей игре «Спартака против Зенита». Единственное, я, может быть, скажу, я бы, конечно, не поставил бы в этой игре Попова, а поставил бы Мельгареха. Но это мое. Может быть, Мельгареха большего пользы принес. Потому что Попов вообще вообще никакой. Поэтому вот он быть единственный. А так, в основном, ну, в принципе, команда играла в один ворот, а команда слабый, да, Егор. Но с такими командами очень тяжело играть. Ну, им надо побыстрее забить. Не получилось. И они ввязли в эту игру. А чем это кончилось, мы видели. Но, во всяком случае, вы знаете, сейчас надо без истерики, тех, кто переживает за эту команду, без всяких понтов. Откровенно говоря, чтобы команда спокойно подошла к Ливерпулю. Ну, в основном Ливерпульта, ладно, надо сейчас поготовиться к Зениту. Потому что перед ним будет играть Зенитом. Вот здесь уже посмотрим, кто на что способен. Это был Валерий Рейнгольд. Спасибо ему за это мнение. Спасибо, что, по крайней мере, не стал склонять фамилию Мельгареха. Допустим, прослотим на слово плей-офф. Потому что поставил бы Мельгареху я, если бы просклонять, было бы гораздо более опасно и тревожно. Ну, в чем я соглашусь. В первую очередь, это если бы Спартак, конечно, забил в первом тайме. Отдышалось бы легче и игралось бы легче московскому Спартаку. Я думаю, на это, может, и рассчитывал, кстати, московский Спартак на быстрый гол. Ну, как получилось, так и получилось. Ну, как можно рассчитывать на быстрый гол? И кто отказывается от быстрого гола, если вы можете его забить? Есть такие команды, которые говорят, ни в коем случае не забей, будем делать быстрый гол. Очень серьезно, меня эти фактики веселят, честно говоря. Конечно, и есть. Которые выходят и сразу играют от обороны. Нет, ну хорошо, вот Амкаровышев с локомотивом как-то вороны забил на первую минуту. Ну, я понятно сделал, если у вас божество, они не будут отказываться. Первая минута рано, не, нельзя. Ну, это понятно. Нормально? Давай ненадолго прервемся, потом продолжим. Реклама В дилерских центрах Kia Новый год уже начинается. С 1 по 10 декабря этого года посетите мероприятия дилера Kia, откройте для себя новый Kia Rio X-Line, узнайте о новогодних предложениях и участвуйте в розыгрыше смартфонов. До Нового года с Kia осталось 9 дней. Подробности у дилеров Kia и на сайте kia.ru ДНК Subaru состоит из выдающихся решений. Каждый день инженеры компании борются за сантиметры, метры, километры, годы надежной службы и жизни людей. Поэтому каждый Subaru – всесторонне продуманный автомобиль, которым удобно пользоваться. Ведь в него на уровне ДНК заложен контроль, маневренность и безопасность. Subaru создан инженерами. Десятый сезон континентальной хоккейной лиги. Новые битвы, новые сенсации и новые звезды. Будь вместе с любимой командой. Не жалей эмоций и побеждай. Живи хоккеем. Смотри игры юбилейного сезона КХЛ на телеканалах КХЛ-ТВ и КХЛ-HD. А также на видео.khl.ru и в официальных мобильных приложениях КХЛ. Категория 0+. Настоящий рамный внедорожник. Абсолютно новый Toyota Fortuner. Мужественный экспрессивный дизайн кузова. Светодиодная оптика. Турбодизельный двигатель последнего поколения 2,8 литра. Зимний пакет и просторный функциональный семиместный салон. Для тех, кто не знает страха и не боится испытаний. Новый рамный внедорожник Toyota Fortuner. Ты настоящий. Toyota. Легендарное качество. Небывалый размах Toyota Land Cruiser Slend. 60 городов России. Только до 10 декабря. Внедорожный тест-драйв года. Не пропустите его в своем городе. Почувствуйте всю мощь настоящих внедорожников и преодолейте экстремальные препятствия за рулем нового Toyota Fortuner. Легендарного Land Cruiser 200. Мужественного Land Cruiser Prado. И неубиваемого Toyota Hilux. Подробности у официальных дилеров Toyota в вашем городе и на сайте land.toyota.ru Вася? Рука Бога заменяет две ноги. Даже Марадонин. Спорт-ФМ. Спорт-ФМ. Сто процентов футбола. Василий Уткин, Игорь Катмана. Говорим мы на Спорт-ФМ о матчах Лиги Чемпионов. Точнее, все больше об одной игре, а даже о двух говорили. Да, это Севилья Ливерпуль и Спартак Морибор. Я напоминаю, что Бешепташ, Реал, Парис-Сен-Жермен, Бавария, Манчестер-Сити и Тоттенхэм Хоспорт досрочно вышли в плей-офф. Еще несколько команд уже надеются присоединиться к этим клубам сегодня. О сегодняшних матчах мы тоже обязательно поговорим. Вот как раз опрос наш посвящен ЦСКА. Напомню, что ЦСКА сегодня играет с Бенфикой. Какое место ЦСКА займет в группе? Заходите, голосуйте на странице Спорт-ФМ ВКонтакте. Во всяком случае, 6% верят, что ЦСКА займет первое место в группе. 26,4% верят, что ЦСКА займет второе место в группе. Большинство, 46,4% голосуют за третье место. И 21,2% за четвертое, последнее место в группе. Ты бы за какое место проголосовал, Василий? Я не вижу, что необходимо сейчас голосовать, потому что мы через час уже матч увидим. Мне кажется, что, если говорить абстрактно, то у ЦСКА объективно лучший шанс, чем у Базеля. Потому что в данный момент Базель играет с Манчестер Юнайтед, лидером группы, который сейчас еще не обеспечил себе первого места. И поэтому, наверное, Манчестер будет играть с полной выкладкой. Ему нужен результат. А ЦСКА с Манчестером будет играть, когда Манчестер все решит. И мы знаем, как Манчестер и Муринью относятся к таким матчам, и какой выставляет состав. В свою очередь, Базель играет с Бенфикой, будет в гостях. Это будет последний матч, вне зависимости от чего бы то ни было. Я думаю, что Бенфикой будет либо ставить вопрос выхода, либо вопрос престижа. А ЦСКА играет с Бенфикой сегодня дома. Поэтому я думаю, что общий расклад в пользу ЦСКА турнированный, нежели у Базеля. Но опять-таки, если вдруг вдруг ЦСКА сегодня проиграет, вообще Бенфикой может выйти спокойно совершенно. Она ЦСКА проиграла минимально у себя дома. Если сегодня выиграет, наверняка сравняет шансы. Если предложить такую вещь, и тогда обыгрывай Базель и иди дальше. А если матч 4 на этот проиграет Базелю, то у ЦСКА будет шансы первое место в группе занять. Ну, может быть. Хотя это, конечно, из разряда фантастики. Для этого, чтобы 2 раза проиграл, это очень сложно. В студии Дмитрий Томняковский. Новости спорта у нас. Дим, слушаем тебя. Да, еще раз добрый вечер. Вот, кстати, стал известен стартовый состав ЦСКА на матч против Бенфики в воротах Акимфеев. Тройка центральных защитников, которые до конца этого года, по всей видимости, будут безальтернативны. Игнашевич, Васин, Василий Березуцкий. Напомню, что Алексей Березуцкий сломал ногу в Хабаровске. По краям обороны Щенников и Фернандес. В центре поля Натхо, Дзагоев и Головин. И пара нападений Вернблум-Витинью. Это, конечно, адская история с переломами. Надо было поговорить отдельно. Сегодня? А когда же? Обязательно. Да, стартового состава Бенфики пока нет. Напомню, что встреча стартует в 8 вечера по Москве. Сборная Аргентины тем временем решила отказаться от товарищеского матча с командой Италии. Встреча должна была пройти в марте следующего года в Базиле. Сообщается, что южноамериканцы не хотят играть контрольную встречу с командой, которая не вышла на чемпионат мира. И планируют готовиться к Мундиалю в матчах с потенциальными соперниками. И уже направили официальное письмо об отказе играть с итальянцами. Ну, замечательно. Это хорошо. Но я напоминаю, что продолжается удивительная Тихоокеанская турне сборной Эстонии. Так. Этой ночью она будет играть с командой Вануату. Рано утром в 6 утра по Москве с командой Вануату. Вот. И я должен сказать, что это очень серьезная игра. По крайней мере, по крайней мере. Я не помню, чтобы сборной России готовилась к матчу с командой, которая вот в этом своем созыве выиграла у кого-либо со счетом 46-0. А у команды Вануату такой матч был. Тольте в кого? Год назад у Микронезии как-то забыл. Микронезии? Да. 46-0. Там, наверное, во всей стране проживает максимум. Ты еще скажешь, что вышли микрофутболисты. Ну, выиграть? Не, выиграть 46-0. Ты хочешь каждую минуту забивать? Я просто сейчас удачу. Ты бы в пустые ворота 46 не забил за 90 минут. Ты бы не умер, набегавшись. Я бы забил в пустые ворота. Не надо. 46 раз за 90 минут? Да. А. Находясь перед воротами, как игрок Морибора. Начиная с центра поля, по крайней мере. Отобрать мяч у соперника. С вашего позволения, коллеги, еще одна любопытная новость. Руководство Королевской Испанской Футбольной Федерации отменило желтую карточку нападающего Барселону Луиса Суареса, которую он заработал в матч чемпионата Испании против Лиганеса. Она стала для Уругвайца третьей. И он должен был пропустить встречу с Валенсией 26 ноября. Однако руководство Барса подало апелляцию. И она была принята. Я, к сожалению, тоже не смотрел эту игру. Ну, в этом матче Суарес оформил дубль. Но вот сейчас по текстовой трансляции посмотрел Уругвайца. По окончании игрового эпизода отмахнулся от голкипера, за что и получил предупреждение. Но вот руководство Федерации его отменило. Встречу с Валенсией пропустит зато защитник каталонцев Жерар Пике, который в этом матче также получил предупреждение, которое для него стало пятым в сезоне. Напомню, что Валенсия примет Барсу 26 ноября. Игра начнется в 22.45. А этой неделе Барса точно проиграет. Две выездные игры против Ювентуса и против Валенсии. Барса не выглядит настолько сильнее всех. Ей немного везет, что если избегает поражения вообще, на этой неделе Барса проиграет. Если не проиграет Ювентусу, встать все на Валенсию. Ну или не выиграет хотя бы у Валенсии, да? Нет, проиграет. Не выигрыши, это само собой очевидно, что это возможно. А на этой неделе Барса проиграет. УИФА открыл дисциплинарное дело против «Спартака». По итогам матча против «Марибора» болельщики красно-белых использовали пиротехнику. После того, как Зелуиш открыл счет на 82-й минуте. Напомню, что «Спартак» уже был наказан за поведение фанатов в гостевой встрече против того же «Марибора». Тогда фанаты зажгли несколько фаеров и запустили на поле ракетницу, которая чуть не попала в арбитра Дениза Айтекина. Из-за этого красно-белым пришлось провести гостевой матч против «Сибири» без своих болельщиков. Но любопытно, что решение о наказании в этот раз будет вынесено 7 декабря. То есть на следующий день после того, как «Спартак» сыграет в гостях с «Ливерпулем». Таким образом, никаких санкций, по крайней мере, на предстоящий матч в «Ливерпуле» не будет. Ну и еще одна любопытная новость. Россия не будет продолжать борьбу за право проведения баскетбольного Кубка Мира 2023 года. Соответствующее решение было принято сегодня, в последний день подтверждения заявки. Как заявил президент РФБ Андрей Кириленко, данное решение принято на фоне негативного отношения мирового спортивного сообщества к российским атлетам и к отечественному спорту в целом. Напомним, что ранее желание принять матч Кубка Мира выразили Москва, Петербург, Казань и Перм. Оценочная комиссия ФИБА в октябре даже совершила рабочую поездку по городам России. И претендующим на проведение игр турнира. Ну и в итоге решение о том, где же пройдет Кубок Мира в 2023 году, будет принято 9 декабря. Спасибо, это были новости спорта от Дмитрия Томняковского. Спорт-ФМ. Сто процентов футбола. Василий Уткин, Игорь Катманов. Программа «Сто процентов футбола». Я посмотрел, в «Микронезе» не так уж намного меньше, чем в «Ануату». Там сто с чем-то тысяч проживает, в «Ануату» двести с чем-то. Ну вот видишь. Но тем не менее, да, 0-46, это действительно такой счет. Мне даже... Я проверил, действительно, «Микронезе». Там прыгал 0-38 «Фиджа», по-моему, если ничего не... Я про «Фиджа» уже не смотрю, потому что «Фидж» уже сыграл в «Состоянии». Что бы тут? Игративные штаты «Микронезе». Да, сильная, наверное, у них команда. Наверное. В тоючке, если честно, что «Микронезе», а может быть там просто слишком маленькие острова для того, чтобы были футбольные поля. То есть они на маленьких площадках привыкли играть? Да, я не знаю, где и к чему они привыкли. Мне кажется, они привыкли бездельник. Вполне возможно. Хотя тут что-то они даже экспортируют. Перец, рыбу и кокосовое масло. То есть кому-то понадобится, так что обращайтесь в «Микронезе». Ну а мы пока говорим... Кокосовое масло – очень полезный продукт диетический. В общем-то, можно брозить только там, где есть кокосы. Поэтому, наверное, это нормальная статья экспорта для «Микронезе». Нас тут спрашивали про расклады. Ну, со «Спартаком»-то все понятно. Да, тут про «Спартак» спрашивали. Ему нужно побеждать «Ливерпуль». А что касается «ЦСКА», то, наверное, стоит о раскладах поговорить уже после сегодняшней игры. А если говорить о сегодняшнем матче... Ну я что мог по раскладам сказал уже про «ЦСКА», и мне больше нечего добавить. Да чтобы продолжить борьбу, короче, им надо как минимум не проиграть «Бенфике». А желательно, конечно же... Чтобы продолжить борьбу, им нужно сыграть не хуже «Базеля». Да, в общем, выиграть надо «ЦСКА», условно говоря. Так что сегодня будем все болеть за... Могу сказать, что, по-моему, сегодня наивысшие шансы в последние годы три, что в матче группового турнира «Кинфеев» не пропустят. Ты думаешь, «Бенфика»... На мой взгляд, сегодня наивысшие шансы советы с другими матчами. Вот все, что я вам потом... Так, кстати, за этой интригой мы тоже будем следить... А как же? ...по ходу сегодняшнего матча. Избежно. ...вместе со всей страной. Хотя, честно говоря, меня эта тема уже немножко утомила. Ну, она же есть, понимаешь, у всех утомила. Понимаешь, что теперь поделать? Утомил автозавод «ВАЗ», который за столько лет не может сделать нормальную машину. Очень утомил. Ну, вот что приходится делать в этой связи? Терпеть? Ждать нормальной машины. Ну, я вот и жду. А так же мы ждем сухого матча «ЦСКА». Кнопок много. Правильная. Одна. Не промахнись. Спорт-ФМ. Реклама. Пришло время действовать. Получите выгоду в 500 тысяч рублей при покупке нового «Польво XC90». Не уверены, что правильно расслышали? Пришло время действовать. Получите выгоду в 500 тысяч рублей при покупке нового «Вольво XC90». Подробности у официального дилера ООО «Вольво Карс» «Мейджор». На сайте majorkars.ru. На «Спорт-ФМ» новости и коротко о главном. Россия отказалась здесь провести Кубок мира по баскетболу. В аэропорту Стамбул усилены меры безопасности из-за угрозы взрыва. Украина готова ввести биометрический контроль на границе. Далее подробности. Итак, Россия добровольно выбывает из гонки. Забрал принятие в 2023 году Кубок мира по баскетболу. Об отзыве заявки сообщила сегодня вечером Российская Федерация Баскетбола. Ее глава Андрей Кириленко объяснил такой шаг к негативным отношениям мирового спортивного сообщества к российским атлетам и к российскому спорту в целом. Ранее заявку отозвала Турция. Страна-хозяйка Кубка мира 2023 года будет определена 9 декабря. Негативное отношение к России проявилось сегодня в очередном решении Международного Олимпийского комитета. Нас лишили еще двух медалей Сочи и золотой бронзы за якобы нарушение допинговых правил скелетонистами. Послан виспремьера Виталий Мутко дисциплинарная комиссия МОК все написала заранее, хотя доказательств вины россиян не существует. Теперь Россия опустилась на второе место по общему количеству медалей Сочи, а по золоту мы пока еще первые. Новая подробность о проверках в аэропорту Стамбула. Там сегодня эвакуировали пассажиров сразу двух украинских самолетов. Это рейсы в Киев и Одессу. Причиной стал звонок сообщением о возможной угрозе взрыва на борту. Сейчас в аэропорту Стамбула повышены меры безопасности, усилены проверки воздушных судов и багажа. Однако проверка украинских самолетов пока не началась. Их только отбуксировали на безопасное расстояние. Антитеррористическая операция со стрельбой завершилась на окраине Тбилиси. Как сообщают силовики Грузии, арестован один боевик, еще трое ликвидированы. Все члены преступной группы не были гражданами Грузии. В последней неделе за ними велось наблюдение в рамках некой международной операции. В ходе операции погиб один и ранены двое соработников службы безопасности Грузии. Также ранения получили двое сотрудников департамента по особым поручениям МВД Грузии. Украина готова ввести биометрический контроль на границе, в том числе с Россией. Об этом сегодня объявили в украинском МВД. По данным ведомства, специальным оборудованием уже оснащены более 200 пунктов пропуска. Кроме того, в МВД сообщили, что Украина обсуждала с нюнными штатами эмиссии Евросоюза возможность размещения своих пограничных пунктов на границе с Россией на каждых 20 километрах, а не на 80, как сейчас. Еще 23 банка могут попасть в зону повышенного внимания ЦБ. Об этом сегодня заявила Эльвира Набиулина. По ее словам, у этих банков слишком высокие ставки по вкладам. Они превышают среднее максимальное значение более чем на 2%. Сейчас средняя максимальная ставка банков из топ-10, которые привлекают больше всего средств населения, менее 7,5%. Банки, которые предлагают более 9% в зоне риска. Официальные курсы ЦБ на завтра. Доллар 59 рублей 1 копеек, евро 69 рублей 40 копеек. Новости пока все. Сергей Ясен, все, что важно. Каждые полчаса о спортивных событиях в режиме онлайн на Спорт.ФМ. О погоде в столице становится холоднее. Сейчас почти минус 2. Ветер усилился до 4 метров в секунду. Дует с севера. Атмосферное давление 743 миллиметра. Гидрометцентр объявил сегодня в столице желтый уровень погодной опасности. Все и со снегопадом, гололедицей и резким понижением температуры. В ночные часы ожидается мороз до 7 градусов. Кроме того, в ближайшие сутки возможны порывы ветра до 17 метров в секунду. Продолжается программа «100% футбола» в студии Василия Уткина и Игорь Катманов. Еще раз всем добрый вечер. Напоминаю, что сегодня в 20.00 ЦСКА принимает Бенфику. Естественно, мы в прямом эфире на Спорт.ФМ. Следим за этим матчем пятого тура Лиги Чемпионов. Также сегодня в 22.45 Базель, Манчестер, Юнайтед, Ювентус, Барселона, Андерлихт, Бавария, Атлетику, Мадрид, Рома, Спортинг, Олимпиакос, Парис, Сан-Жермен, Селтик. Ну и параллельно матчу ЦСКА Бенфика будет проходить игра «Карабах-Челси». Вот такое вот расписание сегодняшних встреч Лиги Чемпионов. Так что будем следить, естественно, не только за матчем ЦСКА Бенфика, параллельно и за игрой «Карабах-Челси», но и уже вечерняя программа, точнее, «Ближе к ночи». Все остальные шесть матчей сегодняшней Лиги Чемпионов. Василий, мы в первом часе говорили, ну, коль уж к нам присоединились слушатели из Санкт-Петербурга, да, поприветствуем их, у них была программа «100% Петербурга». Про переломы-то хотел поговорить вот так. Да, ну, поскольку я небольшой специалист в медицине, но все сходятся к тому, что такие повреждения на фоне нагрузок и усталости связаны, конечно же, с холодными температурами, с низкой температурой, я хочу сказать, что это приводит, конечно, к очень неутешительным выводам, поскольку мы можем что угодно говорить о календаре, о периодичности чемпионата, о том, когда у нас первый, когда второй, то есть весна-осень или осень-весна. Но мы, если начнем думать над этим всем всерьез, мы придем к выводу, который, в общем, нас, прямо скажем, сажает на такую мыслительную попу и ставит в тупик в полном смысле этого слова. Потому что, ну вот, допустим, мы скажем, что да, это ужасно, но в прошлом году в это же время Хабаровск все равно играл. Просто в ФНЛ. Кости у всех людей одинаковые. Потому что это волнуто кости или нет, но мы приходим к тому, что, опять-таки, весна-осень или осень-весна, в ноябре футбол играть надо. Продолжительность сезона и его, скажем так, разверстка по датам зависит от того, что ведущие клубы играют в Еврокубках, так или иначе. И вообще столько продолжаются европейские сезоны. Мне куда-то этого не деться. Глупо с ним не свалить по времени. И в итоге возникает у нас какой вопрос в результате? Это, да? Кстати, возникает вопрос, что просто нельзя играть на открытом стадионе в это время года в Хабаровск. Ну, нельзя. Подожди, а если в Москве было минус 15? Ну, я не знаю, как в Москве. Ну, вероятность этого меньше, но все равно существует довольно большая. Хабаровск все-таки несколько экзотический регион для нашей страны. Я сейчас к этому вернусь. Я скажу, что я имею в виду. Кстати, ты знаешь, что на этой неделе было 35 лет со дня давки в Хабаровске, которая состоялась через месяц после давки там от Сапартака Харлин. Там тоже была давка на матче по хоккейу с мячом. На этом же самом стадионе там погибло 18 человек, но, скорее всего, больше. Там просто кто не считал, не было официального расследования, ничего не было. И не так громко это... И не было наказано, кстати говоря, да. Спот-экспресс писал об этом. Так вот, стадион-то тот же самый. То есть, ты понимаешь, и тогда он наверняка уже был не новый. То, что тогда проблема была с реконструкцией связана. То есть, за 50 лет, как минимум, в Хабаровске нет новой арены, ни одной. И нет манежа. Как и не было. Я не имею в виду манеж, возможность играть просто под крышей футбол на более-менее стандартном поле. Я имею в виду манеж, как... Ну, хотя бы вместимость тысяч на 10 человек и прочее. А почему его там нет? То есть, ты представляешь, в Хабаровске, городе с протяженной зимой, нет такого события, которое заставило построить и эксплуатировать манеж, ну, хотя бы на 10 тысяч человек. То есть, нет никакого спорта, нет ни футбола, которым он был полезен, ни хоккея, который мог бы собрать такую аудиторию, например, да, или сходную аудиторию. Нету. Это не требуется Хабаровску. Я сейчас говорю не о том, что Хабаровск какой-то не такой. Потому что в Тюмени такая же ситуация. Ну, там есть хоккейная команда. В Тюмени такая же ситуация с манежем, я имею в виду. Такой манеж в Екатеринбурге, огромном городе. Огромном развитом городе. Мы знаем прекрасно. Только там не играют. Почему? Там играли матчи чемпионата России. А сейчас чемпионат не играют. Правильно, что не играют. Потому что не подходит для этого. Для матча чемпионата России он подходит не в большей степени, только по другим причинам. не в большей степени, чем открытый стадион в Екатеринбурге. Ну, это можно поспорить. Где лучше играть? В Манеже или как-то вот опять-таки открытый стадион? Нет, старик. Извините, пожалуйста. О сортах дерьма тоже можно спорить, какое вкуснее. Но оно все равно становится непригодным к еде, понимаешь? А кому-то что-то на вкус менее отвратить. Значит, другое уже более отвратительное. Наверное, я бы не стал говорить, что такое дерьмо в Манеже и Екатеринбурге. А я бы стал именно об этом говорить. О том, что в нашей стране в огромном количестве больших городов, где, в принципе, есть интерес к футболу, не возникает потребности построить Манеж вместимостью ну хотя бы 10 тысяч человек. В миллионных городах. Ну, Хабаровск, не миллионный город, по-моему? Я просто точно не помню. Извините, если миллионный. Ну, близко к этому. Большой город. Очень большой город. И я не говорю о том, что вот какая халатность не построили в Манеже. Там огромное количество проблем нерешенных. Самых разнообразных. Что нужно там построить, подлатать, починить. Считаю, что происходит с экологией в Красноярске и прочее, прочее, прочее. Ну, какие выводы здесь можно прийти? По такому нормальному явлению человеческой жизни. Весь мир играет в футбол. В микронезе он даже играет. Прягивает 0,46, но играют. Оказывается, вот на половине, на третьей территории России в Революции просто нельзя играть в футбол. Потому что это никому не нужно, никому не достаточно интересно. А дальше можно спать сколько угодно. Где курица, где яйцо. Потому неинтересно, что Манеже нет, или потому Манеже нет, что неинтересно. Так, ну вот нам уже из Хабаровска, кстати, пишут. Слушай вас сейчас. Ну, хорошо. Вы чем-то тогда напишите. Насчет численности населения 600 тысяч у нас. Большой город. Да, большой город. То есть, понятно, что ради трех-четырех матчей не имеет смысла строить большой Манеж. Ну, там, я не знаю, как Манеже эксплуатируется? Концерт там бывает, правильно? Ну, в хоккей с мячом, кстати, можно играть. В праздники какие-то. В хоккей с мячом можно играть, наверное, да? Но не требуется. Не требуется. Легко отлично. Ты слышал недавно, какое прекрасное было исследование, в каком количестве, в процентном соотношении российских школ нет из них теплых сортиров. А на улице удобство. Во многих, наверное, сельских. Я точно не помню, в каком количестве, но проценты очень впечатляют. Ну, я уж думаю, что сортиры точно раньше надо построить, чем в Манеже, но тем не менее. Ну, это и дешевле намного. Ну, вот давайте теперь сортировать о развитии футбола в России. Прекрасная история. Ну, давай вернемся тогда к матчам Лиги Чемпионов. Да, и в частности, к игре от ССК против Бенфики. Послушаем трехкратного чемпиона России, обладателя Кубка УИФА, в составе ССК Ролана Гусева, который говорит о том, в каком состоянии армейцы подходят к этой игре, о том, что они обязаны выиграть эту игру и объясняют, почему набрали очков дома. Давайте предположим, что она потом что-то не знает. Прямая речь. Я считаю, что в хорошем состоянии, конечно, безусловно, армейцы не просто надо рассчитывать, они просто обязаны это сделать, они понимают, как важен для них этот матч. Просто команды по-другому вообще действуют на выезде и дома. ССК полегче играть на выезде, все-таки зоны появляются, и они играют более привычный свой футбол, со свободными зонами, когда есть куда ворваться игрокам, поэтому в этом плане им полегче, конечно, на выездах играть. Ну, конечно, потери. Любой футболист в ССК это потеря из основной обоймы. И Алексей не исключение. Ну, есть Сергей Гнашевич, я думаю, сделает какие-то перестановки. Алексей желает побыстрее выиграть и вернуться в стройку. Это Ролан Гусев, обладатель Кубка УФА в составе ССК. Также он делится своим мнением о том, как надо играть против Бенфики. При игре в три защитника центральных, наверное, я не знаю, какие взгляды по этому поводу Гучерка, но можно и добавки не использовать. Можно, да. Может быть, да? Посмотрим. Итак, как надо играть против Бенфики. И также Ролан оценивает работу главного тренера ССК Виктора Гончаренко. Технично, если им дать мяч, контроль, если они поймают кураж, то против них очень будет сложно действовать. С ними надо играть плотно, жестко, прием мяча постоянно, не давать им разворачиваться компактно, и тогда, я думаю, все нормально будет. Они не любят этот футбол. А так, конечно, если им дать свободу, то будет очень сложно. Ну, качественная работа. Пока он борется за чемпионство, борется за выход из группы в групповом этапе Лиги чемпионов. Ну, и плюс надо понимать, что у него есть и кадровые проблемы, и все-таки, наверное, ему, как и любому тренеру, хотелось бы скобейку подлиннее других игроков. Поэтому я считаю, что он делает то, что и должен делать, и я думаю, что ССК на данный момент находится там, где и должен находиться. Это Ролан Гусев, обладатель Кубка УФА в составе московских армейцев. Поделился своим мнением о работе главного тренера ЦСК Виктора Гончаренко, а также об игре против Бенфики. 925-4-2-93-2, вайбер, ватсап, и тут как раз на вайбер уже приходят сообщения из Хабаровска, я так понимаю, нам люди пишут, пишут, что есть арена в Хабаровске для хоккея с мячом. Ну, я, честно говоря, не спец, не знаю, как можно ли переоборудовать быстро, да, арену. Я тоже не знаю, я говорю не о том, что в Хабаровске что-то не доделали, а в Хабаровске ничем не отличается от других мест в нашей стране, вот и все. Ну, в Москве-то недавно стали появляться стадионы нормальные, да, тоже, если так вспомнить. Я вот на этой неделе наблюдал, многие обсуждали, многие видели, как взорвали стадион Джорджия Дума в Атланте. Огромный, крытый стадион на 80 тысяч человек, кстати говоря, по-моему, да, можно было или 70, это принципиально. Почему? Потому что, ну, я впервые был на Олимпиаде в 19-м году в Атланте, там Джорджия Дума была гимнастика спортивная, был баскетбол потом. Вот, то есть связаны были воспоминания. Я должен сейчас сказать, что вот в нашей стране такая арена, если она была построена, она до сих пор просто спокойно эксплуатировалась совершенно. А там уже выстроили новый стадион, огромный совершенно, с уникальными возможностями, об этом тоже говорилось и писалось. Это же строится не потому, что кто-то решил построить арену, вложить деньги в развитии спорта. Потому что наполняется. Потому что важно, это нужно иметь. И доход приносит, кстати. Работать будет, да, будет доход приносить. И вообще уже за это время три поколения или четыре концепции стадионов поменялось. Но не нужно же ничего. Это не нужно отнюдь не властям, это не заполнилось никогда в жизни какой-то стадион в Хабаровске не построен. Но и с того конца к всему этому подходим. У нас немножко другая ситуация. Да. У нас не столь платежеспособная публика, во-первых. Почему платежеспособная, платежеспособная... О, это мы про эксплуатацию. Нет, это ерунда полная. Платежеспособность, то, что для этого и строим материалы меньше стоят, рабочие силы дешевле тоже стоят, и страховки, естественно, не так масштабны. Это то же самое, что говорил Сергей Гальский в свое время по поводу того, что ему санкции. Он говорит, мне санкции совершенно ничего. У меня, может, это были правила игры, потому что я работаю на внутреннем рынке, и здесь неважно в каких единицах мерить. Компуляция моя здесь. Вот и все. Это вот потребители может выдавать, что я к чему-то не получаю доступ, а бизнесменам все равно. Важно, чтобы были правила игры, равные для всех. Пишет, естественно, сразу из Тольятти, что Ченцов Александр пишет, меня утомили шутки о том, что АвтоВАЗ не может сделать нормальную машину. Машина на АвтоВАЗ сделает адекватно, мне их ценит. Да, пожалуйста, я бы, это мое утомление, а не ваше, я говорил. А во-вторых, это вопрос, ну да, адекватности ценит. Давайте сделаем машину за 3 рубля, и вы назовем ее машиной тоже. Вкусах фекалий тоже. Тоже можно, хотя и не сравниваем фекалий с продукцией АвтоВАЗ, но тем не менее. Давайте еще вспомним, что, ну, не могу ничего вспоминать, что АвтоВАЗ существует на дотации, помимо всего прочего. Могли бы, в общем, производить конкурентный товар. Так, значит, ясно из Новосибирска, футбол суперпопулярен, Манеж 1 или 2, 2 миллиона человек. Ну, а больше, понимаете, в самом деле, больше-то ведь не нужно. Резко постукивание в эфире. Здесь у нас в эфире нет стукачей. Если «Спартак» будет в АПЛ, какое реальное место сможет там занять? Он будет бороться за выживание, конечно же, потому что нельзя путать способность играть целый турнир в такой конкуренции с возможностью конкурировать с конкретной командой в конкретный день. В «Спартака» никаких возможностей играть в АПЛ нет. Мне кажется, это вообще какие-то странные вопросы. Конечно, странные вопросы. Я не знаю, что вы пытаетесь выяснить с помощью этого. Другие делаются, какие-то материалы дешевле и прочее. «Крестовский проект дороже». Да, и это тоже. Но, вы знаете, здесь дело не в стоимости материалов, Алексей. А студент в Екатеринбурге сколько раз реконструировался для проведения чемпионата мира? Два раза, вы знаете. Два раза. За все это время. Потому что реконструировать хорошо. Ну ладно, я не буду больше чем продолжать. Мне надоело, честно говоря. Какая-то удивительная смесь мазохизма с патриотизмом. Ну, на Крестовском там до сих пор продолжают вкладывать деньги. Там же устанавливают какие-то там эти антибакланные системы. Спасибо тебе, Игорь. Я как раз хотел сказать, что я не хочу эту тему продолжать. И ты тут же ее продолжил. Спасибо тебе большое. Ну, давай продолжим тему ЦСКА. Давай. Василий тут спрашивает. Васин в обороне. Это трагедия для сборной ЦСКА? Ну, наверное, это данность. Наверное, данность. Наверное, Васин не является какой-то абсолютно безальтернативной кандидатурой. Но существенности никого нет. Знаю. Это же, в общем, понимаете, я, честно говоря, надеюсь, что все-таки Василий Березуцкий передумает и вернется к чемпионату мира в сборную. Я очень на это рассчитываю. Потому что, конечно, меня гораздо больше волнует от времени пребывания в команде Васина и Кудряшова. И вообще, вообще, мне больше себя беспокоит даже не Васин и Кудряшов, а то, что линия защиты вообще уже считается завершенной. Да, сформированной. Совершенной в своем формировании. Нам и забивает главой Хорди Альба при этом. В общем, непонятно, когда я бил ты главой в последний раз. Говоря уже о Росте и всем остальном. Ну, раз в год и ПАК стреляет. Он стреляет в нас обязательно. Ух. Так получается. Это же не случайная палка. Это человек бил поворотом головой. То есть, это как если палку подняли, прицелили, и она выстрелила. Это плохое сравнение. В этом Хорди Альба забивает головой гораздо реже, чем раз в год. Ну, и палка тоже не стреляет, я думаю. Это вообще было твое сравнение. Само с тобой палкой отвечай. Это не мое сравнение. Не надо мне приписывать. Нет, ты твое. Ты же ее сейчас употребил в этом контексте. Значит, твое. Обговорок-то не моя. Ну, еще поговори. С тобой палка тоже не твоя. Ладно, хватит. С тобой можно бесконечно спорить. С тобой надо разглядеть, гороху объешься, Игорь. Иногда приходишь к такому выводу. Поехали. Поехали. Новости спорта. У нас Дмитрий Томняковский в студии. Спасибо. Еще раз добрый вечер. И начинаем с хоккея. Акбарс разгромил Салватвю Лаев в первом сезоне зеленом дерби. Гости отправили ворот соперника пять безответных шайб. Два гола в активе Владимира Ткачева. Таким образом, казанцы прервали сервис двух поражений подряд и по-прежнему лидируют на Востоке, а Салватв занимает седьмую строчку в той же конференции. Ранее сегодня Амур обыграл на своем ДУ Ярославский локомотив со счетом 3-1, а Сибирь была сильнее Бориса 6-4. У победителей две шайбы на счету защитника Максима Игнатовича. В эти минуты продолжается одна встреча. Нефтехимик принимает Магнитогорский Металург и пока Нижнекамцы с отсчетом 2-1 впереди. Идет середина первого периода. Завершится игровой день матчами Йокерит, Авангард и ЦСКА Сочи. Эти встречи стартуют в 19.30 по московскому времени. Между тем стал здесь состав Бенфики на матч против ЦСКА. С первых минут у португальцев выйдут вратарь Варрелла, защитники Элизео, Жардел, Луизао, Алмейда, в центре поля Аугусту, Фейса, Пиццы и трио нападения Гонсалвиш, Жонас и Сальвю. Ну и напомню, кто сыграет в составе ЦСКА ворота Хакимфеев, защитники Василий Березуцкий, Васин Игнашевич, Фернандес, Щенников, полузащитники Натхо, Головин, Загоев и нападающие Витиньо и Вернблум. Василий, кстати, как вы относитесь к использованию шведского полузащитника на позиции центра форварда? А как к этому нужно относиться? Он играет, забивает, когда нужно. Не ослабляет это ЦСКА в опорной зоне? Нет, мне кажется, помогает. Вернблум отвратительный опорный заполузащитник, он мешает играть в футбол. Соперникам? Нет, соперникам в рейки случаях, как правило, ЦСКА, лишние передачи. Нет, мне кажется, что без Вернблума обороны среди линии ЦСКА, особенно с тех пор, как появился Головин, гораздо интереснее. И я могу сказать, что когда ЦСКА играл с Базелем в Базеле, на мой взгляд, выхода Загоева, он решил сразу две проблемы. Мало того, что вышел Загоев, еще и в Вернблуму сейчас в средней линии. Это очень помогает. То есть ты хочешь сказать, что Гончаренко именно вот этим руководствовался? Нет, я этого не хочу сказать. Хочу сказать, что это мое впечатление. О чем руководствовался Гончаренко, я не знаю. Он мне не рассказывает подробного. Я те же самые сведения, что и вы, черпаю по спецконференции, интервью. Но мне кажется, он неплохо справляется. Ну, в общем, это идеально получается, да? Загоев в голове Натха это средняя линия, а Вернблуму нападение. Пока. Ну, Натху, я бы не сказал, что это идеальный вариант. Но Вернблум идеальный играть в столбах. Если бы можно было, как в футболе, 8 на 8, выпускать и неограниченное количество момента делать. Хотел бы Натха найти пенальти, было бы толком. А так, в принципе, уже года два, кажется, он не отвечает высокому уровню ЦСКА. К другим темам, Россия опустилась на третье место по количеству завоеванных медалей на зимних Олимпийских играх в Сочи. После того, как сегодня скелетонистов Александра Третьякова и Елену Никитину лишили их наград. Напомню, что сегодня МОК сообщила по жизненному отстранению четырех российских скелетонистов, помимо Третьякова и Никитина, это Мария Орлова и Ольга Батылицына, за нарушение антидопинговых правил во время Олимпийских игр в Сочи. Третьяков в Сочи, напомню, завоевал золото, а Никитина бронзу. Таким образом, после вердикта МОК олимпийским чемпионом Сочи вместо Третьякова стал латвийц Мартинс Дукурс, а у женщин в скелетоне бронзовым призером стала американка Кэти Юлиндер. Ну и напомню, что после аннулирования результатов шести лыжников Россия потеряла еще три серебряные и одну бронзовую награду. Таким образом, в активе нашей сборной осталось 27 медалей, 12 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых по количеству наград. Россию обошли Норвегии и США, у которых общей сложности по 29 медалей, но при этом россияне сохранили лидерство в зачете игр по количеству золотых медалей. Напомню, 12 наград выше пробы. И российские керлингисты не сумели выйти в полуфинал чемпионата Европы, который продолжается в швейцарском Санкт-Галине. Сегодня наша команда со скипом Алексеем Тимофеевым со счетом 2-7 проиграла немцам, потерпев 5-е поражение восьми матчах турнира и за тур до конца группового этапа потеряла шансы на выход в плей-офф. Спасибо большое. Это были новости спорта от Дмитрия Томняковского. Василий Уткин, Игорь Катманов на Спорт.ФМ программа 100% футбола продолжает нам приходить сообщение и касательно Лиги чемпионов, естественно, в первую очередь. Интересно получается, Спартак проиграл только Сивилис, с минимальным счетом и, скорее всего, окажется в Лиге Европы, а ЦСКА, скорее, выйдет из группы, несмотря на два проигрыша. Ну, такое бывает. Во-первых, не факт, что Спартак будет в Лиге Европы. Почему это особый интерес вызывает? Посмотрите на количество очков. Тут удивительно. Я не понимаю, почему тут удивляться. Прыграть только Сивилис, а то две ничьи сделали. Это больше, чем одно поражение, две ничьи. Почему тут удивляться? Я не знаю. Земляк Юрий. Из Балашихи пишет. Что же он пишет? Хочется узнать мнение Василию Уткину. Какой счет вы считаете разгромным? СМИ везде пишут. Разгром. Три мяча. Да, три ноли или четыре один. Ну, все правильно. Так всегда и было, да. Бразилия, Аргентина, Испания и так далее. Там нет зимы, тогда мы не футбольная страна, и давайте все заниматься биатлоном. Дайте лучше не будем. Не надо заниматься чем-то всем. Я говорю о том, что футбол играют так или иначе везде. Я говорю на самом деле о том, что... И в Исландии. О том, что в Исландии играют футбол. Я говорю о том, что это удивительно, что много лет в Хабаровске не существует потребности, которая заставила бы власти построить и успешно эксплуатировать манеж вместимостью хотя бы до 10 тысяч человек. То есть, понимаете, вот что удивительно. Как живут люди в Хабаровске, бедные? Почему там, я не знаю... Я же не хочу... Я не о Хабаровске, а на примере Хабаровска. Как же так получается? Альба в городе. Как же так получается-то? Получается, что ни концертов нет в достаточном количестве, чтобы заполнить эту арену какой-то эксплуатацией. Да ничего, не происходит ничего в городе. Много десятилетий не требуется. Вот что удивительно-то, понимаете? И то же самое происходит в куче других мест. За исключением Москвы, Петербурга и Казани. Ну, просто никто не вспоминал, да, пока Хабаровск в премьер-лигу не попал. Вот в чем беда-то. Да в том-то все и дело, что мы сейчас об этом вспоминаем, когда люди поломали кости из-за нагрузки в адский мороз для этого вида спорта. А то же самое было и год назад. Просто это было в первом дивизионе. Просто, может быть, кому-то повезло, или, может, никто не сломался, но что-то другое случилось. Холмс. Вы видели заголовок в сегодняшний «Таймс»? Мне кажется, вам было бы интересно. Что случилось с чемпионкой мира? Элементарно, Ватсон. Слушайте «Спорт-ФМ». Реклама. А я продал машину в «Карт-прайс». А если ты продашь до конца ноября, то получишь до 50 тысяч рублей на покупку. Новости. Страна. Мир. Спорт. 19.30 в столице. Время новостей. Коротко о главном. По делу Керимова во Франции задержаны еще 4 человека. В цветочном магазине в Москве нашли автомат Калашникова. Уфа снова завел дело в отношении Спартака. Далее подробности. Важные новости в эти минуты приходят из Сочи. Там завершился саммит лидеров России, Турции и Ирана. В таком формате они встречались впервые, чтобы обсудить будущее Сирии. Как заверяет Владимир Путин, в Сирии практически завершает своя операция против ИГИЛа. Теперь важно начать политическое урегулирование. Сегодня лидеры России, Турции и Иран договорились о созыве в Сочи конгресса национального диалога Сирии. По делу Сулеймана Керимова в Франции задержаны еще четыре человека. Об этом сообщает Фигаро. По данным издания российского сенатора запотозрили в отмывании десятков миллионов евро, когда он через подставные фирмы скупал недвижимость на Лазурном берегу. Телеканал Франц 24 подчеркивает, дело идет к тому, что Керимову будут предъявлены официальные обвинения. Между тем, Москва сегодня потребовала от Парижа немедленно освободить Сулеймана Керимова. Объявлена дата прощания с Дмитрием Хворостовским церемония пройдет в Москве в концертном зале Чайковского 27 ноября. Однако пока это предварительная информация. Дело в том, что продолжается оформление документов в Лондоне, где артист умер сегодня. Тем временем в мэрии Москвы подтвердили, что Хворостовского похоронят на Новодевичьем кладбище. Напомним, более двух лет известный певец страдал от рака мозга и проходил лечение в Лондоне. Польские власти взяли из-за основ еще одного памятника Победы. Он установлен в городе Старгард. После завершения Второй мировой войны в благодарность Красной армии начало демонтажа монумента назначили на завтра, на 5 часов вечера по местному времени. Напомню, что месяц назад в Польше вступил в силу обновленный закон о декоммунизации. Теперь в стране под угрозой сноса около 230 памятников в честь Красной армии. В цветочном магазине в Москве нашли автомат Калашникова. Как сообщает АСС, о ссылке на источник полиции автомат обнаружили рабочие под батареей. Магазин расположен на проспекте 60-летие октября, и сейчас он не работает, закрыт на ремонт. Автомат направлен на экспертизу. Теперь сотрудникам полиции предстоит выяснить, кому он мог принадлежать. Уэфа вновь завел дело в отношении Спартака. Клупа виниет в том, что его фанаты использовали фейерверки в ходе матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против Славянского Морибора. Игра прошла накануне в Москве, завершилась со счетом 1-1. Между тем, другой московский клуб ЦСКА оштрафован на 18 тысяч евро за использование фейерверков в матче Лиги чемпионов против Базеля в Швейцарии. А уже менее чем через полчаса в Москве начинается матч Лиги чемпионов между ЦСКА и португальской Бенфикой. По оценкам букмекеров, вероятность победная армейцев 46%, Бенфики 25%. Эти клубы, напомню, встречались в первом туре розыгрыша, тогда победил ЦСКА 2-1. За ходом сегодняшней встречи будем следить в прямом эфире на Спорт.ФМ уже 8 вечера. Ну и официальные курсы Центрального банка. Доллар на завтра 59 рублей 1 копейка, евро 69 рублей 40 копеек. Новости пока все. Сергей Ясин, все что важно. Каждые полчаса спортивные события в режиме онлайн на Спорт.ФМ. А дорожная ситуация в городе. Сейчас бульварные и садовые кольца загружены на 9 баллов. Максимально, напомню, оценка 10. Столько же сейчас на внешний ТТК. На МКАД значительно проще 4-5 баллов. В целом, по городу портал Яндекс.Пробки ставит оценку 7. Самый большой затор 13 километров сейчас на утренней стороне ТТК в районе Комсомольского проспекта на проезис уйдет больше одного часа. Король слалома Спонсор проекта ООО Бриджтоун СНГ Зимние шины Бриджтоун Близак сохраняют мягкость, обеспечивая безопасность и комфорт. Двигайся к цели независимо от условий. Линейка зимних шин Близак Горнолыжный спорт это контроль. Контроль своего тела, лыж, а главное трассы. Крупнейшие производители мира готовят лучшие лыжи для максимального контроля спуска. Управление автомобилем это тоже контроль. Компания Бриджстоун производит шины, которые помогают чувствовать себя уверенно на зимней дороге любому водителю. Приближается зима, а в некоторых регионах нашей необъятной уже идет полным ходом. Как всегда зима пришла внезапно. И как всегда многие автолюбители задумываются над вечным вопросом. Шипы или нет? Что же выбрать? Шипованные шины Близзак Спайк 02 или не шипованные Близзак ВРХ? Шипы нужны тогда, когда большую часть времени вы ездите по заснеженным или обледенелым дорогам. И не важно, городские они или загородные. В некоторых городах проблемы с очисткой дорог от снега тоже преподносят автомобилистам много интересных квестов. Тут как ни старайся, а шипы на льду все равно лучше тормозят и делают машину более управляемой. А вот опасаться того, что на асфальте шипы превращаются в коньки, не нужно. Современные, высокотехнологичные и высококачественные шипованные шины Близзак Спайк 02 на асфальте чувствуют себя уверенно. Если 99% времени вы едете по асфальту в теплом климате или мегаполисе, где из-за противогололедных реагентов снега можно за всю зиму и вовсе не увидеть, то шипы вам ни к чему. Смело выбирайте Близзак ВРХ, а для кроссоверов Близзак ДМВ2. А если на вашем пути много снега и льда, то новая премиальная шипованная шина Близзак Спайк 02 вам в самую пору. Почти вековой опыт производства и постоянное развитие технологий позволяют компании создавать такие шины, чтобы каждый водитель смог стать королем зимней дороги. Срок проведения акции «Контролируй зиму» с Бриджстоун с 15 сентября по 30 ноября 2017 года. Подробную информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов и подарков, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте промо-бриджстоун.ру Король Слалома Спонсор проекта ООО Бриджстоун СНГ Бриджстоун Спорт ФМ 100% футбола Василий Уткин и Верхотманов программа 100% футбола. Ждем мы, естественно, начало матча ЦСКА Бенфика, за которым будем следить на Спорт ФМ в том же составе, да, ну и потом в 22 часа 45 минут начинаются другие оставшиеся встречи Лиги чемпионов. Тоже с тобой? Нет, нет. А ты остаешься, что ли? Нет, конечно. А, ну хорошо. Я настолько не выдержу. Не знаю, хватит ли мне сел посмотреть. Шучу, шучу. ЦСКА Бенфику? Нет, ЦСКА Бенфику хватит, а вот дальше. А, дальше. Ну это уже не важно. Это тоже было шуткой. Давай сейчас мы разыграем пригласительные на матч Локомотива против Копенгагена, который состоится завтра. если я не имею шансов выиграть, да. В 21.00 на стадионе в Черкизове. Чтобы попасть на игру, звоните в эфир. Отличная фанатская трибуна. 276-093-2 или 1-93-2 Код Москвы 495 И вы должны будете правильно ответить на вопрос и тогда получите пригласительные на матч Локомотива против Копенгагена Так что ждем ваших звонков 276-093-2 или 1-93-2 Ну и напомним состав ЦСКА на ближайшую игру против Бенфики Акинфеев в воротах Поливы игроки Фернандес Верблум Игнашевич Васин Загоев Фавитиньо Головин Василий Березуцкий Щенников и Надхо Вот такой состав выставил Виктор Гончаренко на этот матч Ну и напомним также что Апонту с Верблум играет центрального нападающего Это тоже очень интересно Ну посмотрим Пока у нас есть звонки желающих попасть на матч Локомотива против Копенгагена Николай Здравствуйте 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 Готовы ответить на вопрос по локомотиву Я постараюсь Назовите самую крупную домашнюю победу локомотива в Еврокубках Какой счет Конечно Здравствуйте 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 7-1 по-моему Нет это 7-1 это вчера у нас разыгрывалось Это вообще самая крупная победа А вот домашнюю назовите самую крупную Дмитрий Здравствуйте Здравствуйте Ну пускай будет 5-2 А с кем не знаю Ну и счет тоже не угадали Итак если есть еще звонки я думаю все-таки мы разыграем пригласительные на матч локомотива против Копенгагена самая крупная домашняя победа локомотива в Еврокубках Олег Здравствуйте Добрый вечер Добрый вечер Виктор 5-0 С кем? Батэ по-моему белорусский или Правильно Правильно Только Виктора здесь нет А Виктор это кто? Виктор Гончаренко наверное главный тренер ЦСКА который в свое время работал в Батэ Ну что ж локомотив Батэ действительно 5-0 домашняя победа это был кубок УФА 1900 1999 года ответный матч отборочного раунда Поздравляем Олега В его адрес звучат аплодисменты ну и ждут его уже пригласительные на матч локомотива против Копенгагена завтра состоится эта игра в 21.00 на стадионе локомотив Черкизове Тоже кстати важный матч для локомотива напомню что на данный момент локомотив не попадает между прочим в плей-офф Лиги Европы пока что да находится команда на третьем месте ну а с твоего позволения Василий давай пробежимся по другим группам да потому что по матчу United Basel CSKA Benfica мы говорили Paris Saint-Germain Bavaria Celtic Anderlecht ну здесь все ясно здесь Париж и Бавария да идут дальше группа C Рома 8 очков Chelsea 7 очков 3 у Атлетику Мадрид и 2 у Карабаха вот здесь Роме для выхода в плей-офф достаточно ничейного результата в ближайшем матче я напомню что Рома как раз с Карабахом играет дома и скорее всего ну соответственно попадут они да в плей-офф Рома если выиграет гарантирует себе первое место и а если а Chelsea не выиграет да ну а победа в Баку Рома прошу прощения с Атлетикой играет Рома последний матч дома с Карабахом а победа в Баку сегодня Chelsea играет на выезде в Баку против Карабаха вот она выводит Chelsea в 1-8 финала если Атлетика потеряет очки то для этого хватит ничейного результата Атлетика Мадрид Рома вот твои мнения по этому матчу да чего стоит ожидать в этой игре я честно говоря не думал о том что стоит ожидать хорошо тогда по выступлению Атлетика в этой лиге чемпионов потому что оно мягко говоря неудачное да шансы остаются только теоретические я просто честно говоря не занимал этим голову просто вообще для меня чудо будет если Атлетика пройдет и какие-то шансы появятся реально от него зависящие тогда я это надеюсь рассмотреть просто вот честно вам скажу А последний ничейный результат матч против Реал для тебя это было чудо или нет? Нет, не чудо я думал что здесь почему это это было вполне возможно просто я немножко был удручен к качествам игры то есть игра была достаточно интересной по ну скажем так интересно было смотреть но конечно по качеству серьезный провал но жаль Сегодня также Ювентус да Ювентус играет с Барселоной спортинг Лиссабонский с Олимпиакосом Барселона выйдет с первого места даже в случае ничейного результата если в другом матче спортинг не победит то каталонцы пройдут дальше в любом случае ну а Юве выйдет в плей-офф если не проиграет а спортинг соответственно не выиграет ну и сегодня Ювентус Барселона игра на мой взгляд наверное стоит ждать результативного футбола в этом матче ну видимо честно говоря я думаю что тут с выходом в генерале все ясно мы же говорим о шансах выйти прямо сейчас после этого утра ну да а так в принципе обе команды наверное 10 и 7 очков наверное разберутся да Ювентус вообще много пропускает в последнее время три от Сандории пропустил вот в минувшем туре итальянского чемпионата и об этом говорил и Олегри да намекая на то что очень много голов пропускает Ювентус особенно на выезде это одна из проблем сегодняшнего Ювентуса ну давайте мы ненадолго тогда прервемся а потом уже продолжим о ближайших матчах Лиги Чемпионов реклама в дилерских центрах Киа новый год уже начинается с 1 по 10 декабря этого года посетите мероприятия дилера Киа откройте для себя новый Киа Rio X Line узнайте о новогодних предложениях и участвуйте в розыгрыше смартфонов до нового года с Киа осталось 9 дней подробности у дилеров Киа и на сайте Киа Киа Настоящий рамный внедорожник абсолютно новый Toyota Fortuner мужественный экспрессивный дизайн кузова светодиодная оптика турбодизельный двигатель последнего поколения 2,8 литра зимний пакет и просторный функциональный семиместный салон для тех кто не знает страха и не боится испытаний новый рамный внедорожник Toyota Fortuner ты настоящий Toyota легендарное качество небывалый размах Toyota Land Cruiser Slend 60 городов России только до 10 декабря внедорожный тест-драйв года не пропустите его в своем городе почувствуйте всю мощь настоящих внедорожников и преодолейте экстремальные препятствия за рулем нового Toyota Fortuner легендарного Land Cruiser 200 мужественного Land Cruiser Prado и неубиваемого Toyota Hilux подробности у официальных дилеров Toyota в вашем городе и на сайте land.toyota.ru Василий, прокомментируй по траектории полета ясно Билл Дзюба занимательная физика на Спорт.фм до зимних олимпийских игр осталось 78 дней Спорт.фм мы делаем ТОП-спорт ближе до начала программы ТОП-спорт осталось 15 минут А сейчас 100% футбола ТОП-спорт это значит ТОП-футбол до начала футбола осталось 15 минут и у нас впереди матч ЦСКА ЦСКА против Бенфики очень важная игра Василий Уткин и Грихотманов будут следить вместе с вами естественно будут за этим матчем ну и давайте предоставим слово футбольному агенту португальскому футбольному агенту Пауло Барбоза рассуждает об игре ЦСКА против Бенфики Прямая речь В основном все понимают что это очень сложный матч У Бенфики будут большие трудности чтобы выиграть но это будет очень сложно то что уже ну и вы температура конечно это тоже будет иметь большой взгляд весь матч я думаю что у Нича уже будет хороший результат надо учитывать что Бенфики опасные игры там намного лучше играть я знаю что у вас опытный игрок не будет играть там интрига есть преимущество в сторону ССКА безуслов Ну вот Паула Барбоза считает что ЦСКА ну если не безговорочно Барбоза ничего особо не сказал но про нулевые температуры опять таки упомянул нулевая температура в данном случае мы просто недооцениваем действительно для испанцев для португальцев он всегда является фактором они плохо играют ну очень часто играют значительно хуже в холодную погоду значительно может это сильно повлияет да значительно но в составе ЦСКА есть Марио Фернандо Саветини но они уже привыкли я думаю к таким температурам российским ну это же не этнический конечно же вопрос это просто если люди там находятся акклиматизации полторы игры поэтому воздерживаюсь от оценки просто я удивлен шокирован думаю что это и не может устраивать клубные руководства конечно несколько ну и это что значит что Руи Витория под вопросом не знаю я не знаю я не знаю твои предположения по-разному может работать 920 как это по-разному как это по-разному работать наши мессенджеры ну и так же на смс-портал 5533 в начале сообщения слово спорта я так понимаю тема Хабаровска которую поднял Василий тут очень многих затронуло в Хабаровске есть два приличных дворца для хоккей-шайбы и хоккей с мячом может пусть и развивают эти виды спорта футбол в том регионе вовсе не нужен но я кстати не соглашусь с такими мыслями что футбол в том или ином регионе не нужен я понимаю что Хабаровске это нормальное такое провинциальное отношение к делу ну что вы нас там из Москвы фигачите слушайте давайте я скажу не про Хабаровск а про Красноярск где стадион 11-11 в городе который реконструируется к универсиаде зимней универсиаде там будет только открытие если так разобраться и больше вообще в городе негде играть команде ФНЛ это же тоже та же самая просто родная проблема понимаете играют летом в Манеже жарким летом давайте поговорим еще про что угодно поговорим чего вы свой Хабаровск защищаете нормально у вас в Хабаровске и я же говорю что так в половине страны на самом деле во всей просто примитительно к разным проблемам но если рассуждать что в том регионе футбол не нужен в этом регионе не нужен футбол в конце концов самый популярный вид спорта в стране все и дело почему вы берете утверждение что он там вам не нужен на основании климатической карты ну вот что за идиота что ли мы не можем вы считаете что мы не знаем какой климат что ли в стране находится почему вы почему вы беретесь решать что у вас там всем нужно еще и нас это мучить а мы за это почему-то не беремся давайте вы люди сами решат чем они хотят заниматься до этого нет условия возможности нет спроса как мы видим на это вот что удивительно вот что удивительно да футбол то везде игра и совершенно на Хабаровске не сошелся абсолютно вы совершенно правы в этом вопросе никто и не говорил даже не сошелся к свет климатам на восточных городах да такая же ситуация во многих городах какой-то коллективный Спиридонов нас сегодня слушает вместе с Кафельниковым ну они наверное вчера скорее не слушали а наверное все-таки смотрели может быть даже на трибунах болели за московский Спартак но сегодня кстати могут послушать Спиридонов по-моему в Красноярске сейчас находится если не врет особенно геолокация твиттера вот как по крайней мере было написано на сообщении ну бог с ним мне честно Спиридонов это волейболист да мне честно говоря все равно пусть он находится где он хочет дай ему бог здоровья всяческого оно ему потребуется для дальнейшей карьеры уж тем более да и вообще здоровье да совершенно верно особенно печень испытывает серьезные нагрузки порой вообще здоровье не помешает я тоже в общем знаю как это бывает поэтому сегодняшние матчи Лиги Чемпионов еще раз напоминаем по раскладам мы поговорили напоминаем что ЦСКА Бенфика и Карабах Челси играют в одно время в 20.00 начинаются эти встречи Базель Манчестер Юнайт это Атлетико Мадрид Рома Ювентус против Барселоны по вывеске безусловно наверное самая яркая игра хотя здесь можно опять-таки поспорить Спортинг против Олимпиакоса Андерлекс Баварий Парис Сен-Жермен против Селтика много говорят о Париже в этом сезоне о том что Парис Сен-Жермен способен замахнуться на нечто большее ты согласен с этим на нечто большее чем допустим четвертьфинал по идее да по идее да но просто обычно о командах которые на это действительно способны и к этому полномерно идут не обсуждают смену главного тренера мне кажется как-то редко сочетается то что ближе наверное ближе да но вот я боюсь что я бы не взялся это утверждать я с дефицитом за этим наблюдаю потому что мне кажется здесь главный вопрос заключается не в том куда пассажир шагнул а в том что в этом году сдали клубы которые были гегемонами долгие годы но года 3-4 точно а именно 3 испанские клубы и в Баварии все 3-4 испытывали определенные проблемы это означает что автоматически планка снизилась и приблизилась всем кто был за ней следом сити париж да 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 совершенно верно вот сити прогресс сити объясним и впечатляет сильнее прогресса Парижа на мой взгляд если что сити уже даже был в полуфинале правда в другой ситуации кадровой значит наверное мы должны к сити относиться серьезнее вот так ну а мы приветствуем в нашем эфире корреспондента на веб-арене Алексея Милешина и совсем скоро там начнется матч ЦСКА Бенфика Алексей привет тебе слово да привет коллеги привет всем радиослушателям но буквально считанные минуты остается до стартового свистка матч Лиги чемпионов ЦСКА Бенфика на стадионе уже много очень народа вокруг стадиона происходит что-то невероятное все подходят и я думаю сегодня однозначно будет аншлаг болельщиков в Бенфике тоже достаточно много вот сейчас я смотрю на гостевую трибуну там порядка 200-300 человек есть и я думаю еще народ подойдет потому что когда подходил к стадиону много очень португальских болельщиков вокруг ходило и искало где же все-таки проход ну и естественно все ждут сегодня победы от армейцев потому что армейцы имеют очень хорошие шансы для того чтобы продолжить свою борьбу в Лиге чемпионов ну и Бенфика я думаю сегодня также будет играть на победу но в любом случае через часа два узнаем результат этой игры ну и как я уже сказал аншлаг на веб-арене и ждем красивого футбола спасибо большое это был Алексей Милешин мы ждем красивого футбола на веб-арене совсем скоро начнется эта встреча команды уже появляются на поле будем внимательнейшим образом для вас следить и рассказывать об этой игре чуть-чуть поглядывать одним глазом и на игру карабах Челси ну а пока ненадолго прервемся и Василий Уткин Игорь Котманов вернутся в студию Спорт.фм буквально через несколько минут эту неудачу надо разобрать разобрать лучшая аналитика на Спорт.фм реклама от котлована до прописки ваш Инград снимает риски купить квартиру и заработать на этом почему бы и нет программа обратный выкуп от группы компаний Инград покупаете квартиру в новостройке от Инград а если у вас изменились обстоятельства получаете деньги обратно и плюс 10 процентов годовых